добрый вечер дорогие коллеги сегодня мы проводим презентацию замечательной книги 20 сборника 21 21 красная весна антологии архивных исследовательских материалов о западно-сибирском восстании 1921 года проводится это онлайн презентация фондом ёфы и пройдет она в рамках мемориальской программы история борьбы антиавторитарных сил и россии в россии зарубежья 1918-1965 год нужно сказать что тема что тема крестьянского сопротивления крестьянской борьбы она крайне важна и она сохраняет важность несмотря на то что прошло столетие на одной из иллюстраций в этом сборнике есть фотография знамени повстанческого отряда на котором знаменательные не случайные слова на защиту свободы это очень важно понимание на мой взгляд для понимания сущности крестьянских восстаний гражданской войны в отличие от распространенных оценок и подходов особенно в советской пропаганде крестьяне ведь боролись не только за свои экономические интересы не только потому что у них безжалостно трудотряды выгребали зерно не останавливались том числе и предприменением крайних форм насилия крестьяне боролись и за свободу за заветную мечту точнее за заветную мечту о воле мечтой которой жило несколько поколений русского крестьянства и вовсе не случайно вот эта двоединная крестьянская мечта она была уловлена замечена уловлена сначала народниками а затем и эсерами отразилась в лозунгах земля и воля и за землю и волю можно конечно спорить о том насколько эти два понятия воля и свобода совпадают между собой но я уверен что как бы при некоторых в общем наверное серьезных отличиях там есть главное хотя может быть со мной кто-то захочется споспорить но мне кажется что там есть главное и не только у крестьянства но и многих частей русского общества у различных групп у различных классов ну и даже и в общем я бы сказал добавил бы и у народов российской империи это стремление к субъектности это стремление стать хозяевами своей жизни своей судьбы не быть объектами царской власти или помещиков или белых генералов или коммунистов или чекистов а стремление соответственно самим быть демиургами своей жизни а вот это надо сказать всегда уходила на второй план и когда еще и до революции власть говорила об аграрном движении о крестьянских движениях и в годы гражданской войны соответственно большевистские власти говорили о крестьянском движении они скорее в лучшем случае говорили об экономических интересах крестьянство в худшем случае просто опять повторяли слова про русский бунт бессмысленный и беспощадный вот сегодня мы тоже очень часто слышим вот эти слова от разного рода консерваторов конспирологов которые к словам о русском бунте добавляют сплошь и рядом при попытке исследовать или в прошлом или в настоящем любые любое движение общество его различных частей свободе и субъектности мы видим вот эти слова опять или конспирологические теории вроде англичанка гадит или печеньки подбрасывают ну и так далее и тому подобное мне кажется что для нас как историков очень важно исследовать все события освободительного движения в россии до семнадцатого года все события гражданской войны и в частности вот эту очень важную тему крестьянского сопротивления крестьянского движения тамбовское движение конечно наверное вы со мной поспорите в общественном сознании оно затмило заслонило собой соответственно и шимское восстание и движение западно-сибирского крестьянства но точно мало кто себе представляет что восстание за годы гражданской войны счет если считать пытаться понять сколько их было в различных деревнях и уездах если их всех попробовать посчитать что по моему уже невозможно то счет наверное пойдет на тысячи если не на десятки тысяч и задача историков попытаться приблизиться к истине услышать голоса вот то что мы услышали в этом сборнике за это огромная благодарность за это огромная благодарность составителю сборника и всему авторскому коллективу на этом я завершаю свое несколько затянувшиеся выступление и два слова о регламенте соответственно как мы как мы договорились с участниками их выступления по 10 минут до 10 минут выступление редактора составителя геннадий андреевич крамора до 20 минут и собственно говоря я передаю слово геннадий андреевич дорогие друзья как слышимость хорошо а ну во первых спасибо устроителям конференции презентация за то что у нас появилась еще одна возможность рассказать об этом издании который я сейчас держу в руках участники конференции наши они все знают видели это издание но кто-то увидит его впервые вот покажу такой увесистый получился том килограмм 250 грамм 672 страницы но мне бы все-таки хотелось начать с вопроса о том почему это издание идея этого издания появилась именно в Ишиме Ишимский уезд который объединяет по территории несколько порядка 10 районов современной при Ишиме Тюменской области стал в 1921 году эпицентром западно-сибирского восстания отсюда оно началось ну есть такая традиционная дата 30 либо 31 января 1921 года хотя конечно первые вспышки народного гнева были зафиксированы месяцем раньше заметные такие вспышки но вот с этого момента самого конца января вспыхивает это восстание которое моментально в течение буквально 10 дней распространяется на огромную территорию от Салихарда до Каркаролинска то есть до северного Казахстана по территории по территории охвата этого восстания 2121 года западно-сибирска стало самым масштабным антикоммунистическим выступлением за годы существования советской власти то есть по сравнению с тамбовским восстанием с кронштадтским мятежом конечно оно значительно превышает по территории охвата но в то же время об этом восстании очень мало говорили в советское время фактически до 50-х годов 30-40-50-х годы это молчание 50-х годов начинается какая-то попытка мемориализации восстания естественно односторонние только потери со стороны РККА либо советских работников учитывались какая-то попытка какие-то попытки поставить обелиски появляются в наших краях но тем не менее как не спрашиваешь не беседуешь нашими земляками для них этот это восстание оказалось забытым забытым и обычно разговор у нас на местах начинался с того вот у вас тут были бои в гражданскую да вот когда колчак шел то-то то-то так подождите а крестьянское восстание все молчат потом начинаешь уточнять а колчак то шел это зимой было или летом и вот эта вот фраза она начинает как-то разводить эти два события потому что колчак у нас шел летом а вот зимой то как раз по снегу то было как раз крестьянское восстание и чаще всего именно события восстания они запечатлелись народной памяти потому что бои гражданской ну как бы собственно гражданской войны бои ркк с частями колчаковской армии они проходили достаточно локально а вот восстание хватило практически всю территорию при ишиме вот и если уж на местах об этом памяти не было то конечно что говорить о нашей так сказать большой истории но думаю владимир иванович сегодня об этом скажет может быть более подробно и более со знанием дела но суть в том что появляется публикации причем публикации позволяющим взглянуть на это событие с другой стороны а не только со стороны исключительно большевистской власти с 90-х годов но и вот за эти вот 30 лет появляется достаточно большое количество публикаций но они оказываются все рассеянные развеяны по просторам каких-то научных сборников журнальных газетных публикаций какие-то вообще никогда не публикуются лежат так дальше в архивах на полках фондов музеев и даже в личных архивах вот и нам постоянно обращаются люди но где можно так вот почитать почитать чтобы вот узнать вот так вот но панорамно как вот я говорю в аннотации панорамно представить это событие чтобы панорамно было их плане географическом от салихарда вот до петропавловской и далее чтобы это было панорамно и в плане на исследовательском то есть чтобы были мнения и ученых людей докторов кандидатов наук мнение краеведов мнение участников тех событий то есть живые свидетельства сохранившиеся на бумаге еще какой-то иной записи панорамно в плане источников то есть это и архивные данные это и музей музейные данные и повторю личные архивы и так далее вот и как-то вот возникла такая идея вот это вот издание создать это издание создать и в итоге получилось получилось вот такая книга причем я мне немножко даже стыдно перед читателем за то что получился такой вот мелкий шрифт этой книги как только приходилось очень сильно тут идти на какие-то компромиссы между желанием как можно шире как можно больше представить материала и необходимостью соблюдать тех регламента именно 672 страницы потому что тех регламент был обусловлен ну те теми параметрами которые мы давали для государственной поддержки этого издания мы очень благодарны эта поддержка была оказана в частности через нашего земляка а виктор александровича рейна он 17 лет был у нас главой города в 90-х 2000-х годах но и сейчас не оставляет нас своим вниманием и частности вот участвовал на презентации в тюмени обещал дальнейшую помощью в проведении исследований и возобновления экспозиции посвященной событиям 21 года в нашем городе ну вот еще хотелось бы показать еще раз обложку этого издания основным так сказать мотивом этой обложке каким-то акцентом является памятник памятник событиям 21 года точнее памятник жертвам землякам жертвам трагических событий 21 года который был установлен в ишиме а в 2011 году это такое очень выразительная скульптура нашего земляка тюменца геннадия вострецова поставлен он был центре нашего города на простоял всего три месяца и тогдашние власти ишима решили его отправить на свалку истории вывезли на кладбище из центра города ну вот и пока несмотря на то что этот памятник фактически стал символом вообще памяти о событиях восстания он у нас так вот на кладбище и прибывает ну еще какой момент как бы стимулировал стимулировал заниматься этой темой дело в том что для нашего края для нашего края это забытое восстание оно по своим последствиям сопоставимо с событиями великой отечественной войны ну вот я обратился к данным книги памяти по тюменской области считается что у нас погибло великой отечественной 103 тысячи человек конечно великой отечественной мы все помним чтим подвиг наших дедов и прадедов помним принесенных ими нашей стороной жертвах но вот например для территории нашей потери ну называть потери по западно-сибирского восстания от 40 до 150 тысяч человек не знаю узнаем ли когда-нибудь более точную цифру эта территория сопоставима во многом с территорией тюменской области мы видим что цифры в общем-то тоже сопоставимые я даже могу сказать по своей семье по своему так сказать роду по матери мы тоже относимся к крестьян с крестьянским семьям так сказать при ишиме у нас великой отечественной погибло два человека и в восстании погибло два человека то есть вот такие вот сопоставимые цифры и забывать конечно об этих потерях забывать об этих об этих событиях кровавых я считаю просто совершенно недопустимо с какой бы стороны эти потери не были со стороны так сказать красных или со стороны повстанцев потому что по сути это восстание оно стало продолжением гражданской войны и разделивший на на двое наш народ и поэтому не случайно в этой книге эпиграфом взяты слова из евангелия от матфея такое царство разделившийся в себе опустеет и всякий город или дом разделившийся сам себе не устоит это горькая правда всякой гражданской войны ну и несколько слов еще о структуре этой книги конечно для нас очень важными важной большой помощи оказал владимир иван шишкин который участвует сегодня нашей презентации просто неоценимые советы дал по как-то такого методического характера главное что он дал добро на републикацию всех своих наработок по 21 года статьи его хотя часть из них можно найти в интернете они опубликованы но некоторые статьи были просто заново отсканированы из печатных изданий которые сейчас можно найти наверно только крупнейших книгохранилищах страны вот поэтому конечно мы начинаем именно с такого историографического обзора то есть чтобы было представление о том какие сейчас мнение восстания его ходе его принципах изучения эту главу в основном и составили труды владимира ивановича шишкина ну и далее мы идем так сказать локально то есть надо было как-то разделить эту массу материала и был взятной как бы такой географический принцип потому что это самый востребованный читателями подход то есть мы начали с тюмени губернии но саму тюмени как мы знаем повстанцы не брали но тем не менее там сидела вся губернская власть тот же губ проткомиссар инденбаум который спровоцировал это восстание своим совершенно провокационным приказом номер два о семенной продразверстки и начинаем мы с этого с этой главы далее идет глава посвященную эпицентру эпицентр это ишимский курганские и лутеровские уезды те места где откуда собственно восстание разгорелось и пошло и те места ну собственно где вот мы и живем далее это конечно невозможно было обойти это область сибирского казачьего войска современная территория северного казахстана где эти бои тоже приобретали очень ожесточенный характер и в них принимала участие сибирское казачество это уже не совсем крестьянство почему собственно мы и так вот легко подхватили предложение владимир ивановича шишкина называть это восстание просто западно сибирским восстанием 21 года отбросив прилагательное крестьянское и совсем небольшая глава посвящена тобой табольскому северу табольскому северу где население было не так много но тем не менее восстание хватило и эту территорию казалось бы совершенно не сельскохозяйственного характера и вот это глава она завершает вот этот блок материалов по восстанию 1921 года ну и завершает нашу книгу точнее начинает вообще надо вот чего начать начинает нашу книгу вот такой форзац с изображением фрагментов панорамы 1921 года сделано нашим художником рудольфом симановым дело в том что для так сказать иконографии восстания большой вопрос всегда возникает ну что фотографии восстания непосредственно боев каких-то отрядов которые вот вот участвуют в восстании их просто нет скорее всего их не было потому что ну не те были условия не репортажная фотография в основном все снимки которые удалось удалось найти непосредственно по 21 году это либо фотографии жертв мятежа их похорон либо фотографии отрядов чон например которые участвовали в событиях подавления восстания и как сказать вольготно расположились на отдыхе перед фотографом очень редко встречаются фотографии повстанческих командиров участников восстания они как жемчужина рассеянны по этой книге например фотографии григория тамана фотографии булатова одного из лидера повстанческих отрядов которые действовали в армезонском и других районах вот то есть для этого для восполнения этой картины когда-то и была создана такая диорама в нашем ишимском музее к сожалению сейчас она утрачена ввиду того что здание пришлось а так сказать вернуть епархии ну а панорама оказалась нетранспортабельной поэтому перед нами сейчас стоит задача воссоздать в каком-то новом виде эту экспозицию и завершается книга нагзац вот такая вот картина художника бориса ивановича паромова тюменского художника но корни его уходят тоже в исецкий район где-то восстание полыхало и для него вот эти две фигуры противостояния красноармеец и сибирский мужик это тоже фигуры из его прошлого и на напрямую касающийся современности вот то есть вот такая такая такое получилось символическое завершение ну я думаю может быть и по ходу наших наших нашей презентации возникнут еще какие то вопросы но у меня пока все спасибо спасибо большое геннадий андреевич вы не только уложились в регламент вы даже проявили редкое качество для докладчика и сэкономили 4 минуты хотя в данном случае мы можем себе позволить сказать все что вы мы считаем нужно вас теперь я предоставляю слово владимиру ивановичу шишкину доктору исторических наук профессора новосибирского госуниверситета главному научному сотруднику института истории сибирского отделения рано пожалуйста спасибо константин николаевич я вообще хотел геннадий андреевичу сначала задать один вопрос который у меня возник по ходу выступления геннадия андреевича я его задам ответить можно позднее я с удивлением услышал о том что музей вынужден был уступить здание епархии вот это печально конечно что епархия не сочла возможным поступить иначе музей это великое дело не менее великое чем наличие здания у епархии у епархии много здания наверняка могли бы построить новые денег у них много в отличие от музея вот это печально что культура страдает из-за религии культура это общее гражданское дело она не знает ограничений конфессиональных тогда как епархия это все же структура четко ориентированная на русскую православную церковь печально все это конечно и что пропала вот эта диорама великолепно это сказать ну а теперь по сути хочу сказать ну геннадий андреевич по скромности сказал только об одной стороне того почему в ишиме появилась эта антология об объективном факторе что ишимский уезд был по сути дела на самом деле эпицентром этого восстания это все так но антология не состоялась бы если бы в ишиме не нашлись люди которые этим делом много и долго и упорно самоотверженно занимались это сам геннадий андреевич который является не только составителем этой антологии и автором ряда материалов фотографий я бы хотел обязательно назвать еще надежда леонидовну проскурякову жалко что она не участвует наши передачки не знаю в чем дело но одно время она очень активно участвовала в экспедиционных работах собирала материал фотографии вот ее конечно обязательно нужно назвать ну и огромное спасибо бывшему вашему мэру рейну я с ним встречался в 2006 году мы когда проводили конференцию у вас высшими он оставил очень приятное впечатление человек очень интеллигентной профессиональной грамотной и то что он помог эту антологию на публиковать это в принципе мне кажется какой-то отклик его души его широты понимания необходимости сохранить историю спасибо ему конечно огромное я спасибо говорю еще из некоторых таких соображений о которых скажу немножко дальше вот если не забуду конечно ну первое что я хочу сказать меня потрясло содержание антологии потрясло не только весом килограмм 250 граммов объемом большим но и тем что есть внутри за этими корочками честно признаюсь я никогда не ожидал что сохранилось такое огромное количество разного рода материалов вот геннадий андреевич правильно написал о том что библиографических указателей которые делают тюменская областная библиотека не учтено огромное количество публикаций газетных журнальных и так далее и так далее не учтено я знаю эти указатели естественно и помимо того что в них есть кое-что знаю но немного конечно потому что все же живу за пределами тюменской области в новосибирске откуда заниматься изучением событий западно-сибирского восстания непросто все же какие-то материалы у нас здесь есть в архивах хорошие есть материалы но все же главное находится в тюмени в ишиме в тобольске в петропавловске в кругане в елутовске вот но говорю количество материалов которые выявил геннадий андреевич и опубликовал здесь впечатляют я обнаружил огромное количество людей фамилий которых не знал это местные учителя краеведы сотрудники музеев вот как ни парадоксально вот проводили мы дважды конференции одну в тюмени вторую в ишиме но почему-то тогда они не прорезались не обнаружились я вот не могу понять почему это так произошло в результате мы потеряли и огромное количество людей которые бы нам помогли восстановить правду и потеряли надежных очень помощников вот ну оказывается вот они где-то когда-то работали оставили свои воспоминания записи очерки это это очень здорово что вам удалось геннадий андреевич все это найти поднять опубликовать ну вы уже сказали что что так осталось не опубликовано за во ртом да видимо надо это постараться сохранить постараться сохранить что мне понравилось понравилось в принципе ваш подход к публикации вот вы все же постарались быть предельно объективным публикуя материалы которые скажем так говорят о жестокости повстанцев до битва была кровавая жестокая и вот эти события кровавые они запечатлелись в памяти не только очевидцев не только современников но и в памяти людей которые тогда не жили но слышали об этом и вот я с удивлением с большим и с интересом прочитал воспоминания михаил ефимовича бударина я михаил ефимовича знаю с 1969 года я напомню что это когда-то журналист корреспондент газеты известия по омской области шестьдесят девятом году михаил ефимович будучи корреспондентом и имея степень кандидата исторических наук приехал к нам в институт шестьдесят девятом году я такой старенький что знаю даже то чтобы в шестьдесят девятом году обсуждать рукопись своей докторской диссертации докторская была конечно слабенькая потому что ученый он был никакой но его ценили как журналиста коллегия историки и он защитил докторскую диссертацию и я вот с некоторым напрягом начал читать воспоминания бударина потому что во первых он не мог этого всего знать он об этом знает только по рассказам оставшихся в живых родственников и конечно впечатление начало его рассказы производит жуткое погибло столько людей из семьи его деда огромной семьи хотя с другой стороны непонятно он не объяснил почему они все пошли в коммуны вот что случилось потому что огромная семья дедовская может быть это связано с тем что они бедные были так сказать и жили большой семьей для них коммуна вот эта община было дело привычного может быть в этом дело и конечно читать вот эти рассказы михаил ефимовича этот рассказ страшно о том как погибли его родственники но потом все становится на свои места и бударин несмотря на то что он близок был чекистом кгб и его пускали есть его книжка рассказа сибирской чекиста не были лица всякие разные вот тем не менее у бударина хватило интеллекта совести чести написать о том что делала советская власть 10 лет спустя с теми же крестьянами значительная часть которых принимала участие в подавлении крестьянского восстания и это перекрывает в какой-то степени ту страшную картину которая нарисована была в начале воспоминаний вот ну это метаморфоза которая произошла вот по мере чтения воспоминаний михаил ефимовича со мной вот я честно признаюсь переживал за текст и думал зря наверное геннадий андреевич его опубликовал нет не зря потому что это дает повод читателю не сомневаться в искренности и честности публикатора вот это очень важно что еще конечно очень важно вот геннадий андреевич сказал уже что здесь есть алмазные россыпи это фотографии командиров партизанских отрядов да это конечно уникальные документы там уникальные фотографии документы об этих деятелей я когда занимался крестьянским восстанием всегда обращал большое внимание на персональные меня всегда интересовали люди почему эти люди туда пошли почему тот или иной человек возглавил на восстание то ли но и тот или иной отряд и так далее так далее это моя увлеченность идет можно сказать с детства я в детстве наслушался рассказов одной бабушки о лубковском восстании это восстание петра кузьмича лубкова у нас в кемеровской области в кузбассе значит был такой бывший красный партизан на котором даже газета правда в 19 году писала он боролся против колчака но когда пришла красная армия он через некоторое время стал выражать недовольство советскими порядками был осужден рефтрибуналом значит не пошел служить в красную армию а потом поднял восстание в сентябре 1920 года вот я тогда наслушался этих рассказов меня интересовали всегда люди почему вот одно время он занимал одну позицию жесткую четкую прославился ну правда писала о человеке о крестьяне беспартийном который сибири был вот писала что его пуля не берет и так далее но мифы создавали о нем и так далее а потом буквально год спустя даже меньше он поднимает восстание и большое восстание которое хватило несколько властей но на быстро было подавлено вот что происходит с людьми и мои первые так сказать попытки заниматься исследованием вот то что сейчас называется антропология то есть людьми их биографиями их ментальным менталитетом их поведением помню как-то когда я публиковал очередную статью посвященную григорию федоровичу рогову был еще один такой партизан анархист по сути дела который поднял потом восстание против коммунистов один из наших профессоров который мне преподавал подходит ко мне говорит что ты всякой ерундой занимаешься какие-то крестьяне партизаны чё тебе больше нечем заняться я ему объяснил говорю на мой взгляд люди это главное в истории это то что мы должны прежде всего изучать мы должны понимать людей в истории их поведение и все остальное с этим связано вот я остаюсь верен этому принципу я занимался институтами и политическими институтами и партийными всякими разными так сказать разными сюжетами но меня всегда интересовали люди и вот здесь тоже я старался по максимуму найти таких людей найти таких людей о некоторых из них я написал биосправки небольшие скажем ну вот о двух людях я хотел бы сказать один из них это по сути самый круг вот в крестьянском восстании не оказалось вождей лидеров не оказалось почему не оказалось а выяснилось что и интеллигенция в том числе социалистической интеллигенции сэры которых константин николаевич говорил которые шли в народ не народники которые служили народу тем не менее когда поднялось это крестьянское восстание они ведь дрогнули было постановление если я не ошибаюсь цк партии сссеров если я немножко буду не точен константин николаевич меня потом поправит но мне кажется было постановление цк партии сссеров в начале двадцать первого года проявление осторожности крестьянским восстанием потому что некоторые мне кажется лидеры эссеров опасались что эти восстания будут носить такой реакционный характер могут быть использованы монархистами белогвардейцами в собственных интересах поэтому не оказалось городских жителей по сути дела крупных политических или партийных деятелей которые пришли бы на помощь крестьянам помогли им организоваться занялись бы пропагандой агитации в крестьянской массе как-то остановили может быть волну террора стихийного такого жестокого и так далее и так далее самой крупной фигурой оказался один человек который был в тобольске он возглавил тобольский городской совет ну вот у меня сразу выпало из памяти кто это коряков коряков кстати ишимского духовного училища как казалось я хочу а не корякове сказать я биографическую справку небольшую дал в первом сборнике на него а вот александр антонович который отсутствует сейчас написал своей статьи о нем и написал что да не был он эссером он скорее был меньшевиком это глубокое заблуждение это ошибка основанная на доверии чекистским документом дело в том что на корякова допрашивали вот и он естественно умолчал он дал неполную свою биографию на самом деле он был семнадцатом восемнадцатом году лидером омских эсеров это была по тем временам крупная величина он ходил в городскую думу вот он руководил эсеровской газетой в омске вот а потом в восемнадцатом году в конце восемнадцатого года когда пришел к власти колчак он вынужден был покинуть омск поскольку опасался репрессий уехал в тобольс вот так что с одной стороны это человек не случайный политически грамотный не случайно он возглавил по сути дела городской совет был неформальным лидером вел газету и то что его расстреляли большевики чекисты понимали что с таким человеком нужно расправиться хотя они не знали его истории это удивительно конечно двадцать первый год он семнадцатом восемнадцатом году был крупной величиной но чекисты плохо знали своих политических противников и действовали зачастую не очень грамотно и второй человек это желтовский в тюменской губернии было два желтовских один возглавлял милицию губернскую советский партийный работник большевики девятнадцатого года а другой желтовский это крестьянин у тебя офицер который был в военном комиссариате был служащим вот человек инициативные деятельные но бедный вот восстание называли советской историографии кулацкой с серовским белогвардейским какой он кулак я знаю опись имущества которое ему принадлежало потому что чекисты описали имущество семьи желтовского когда он продолжал борьбу продолжал борьбу значит до тех пор пока в мае его не убили вот описали его имущество у него была жена и если не ошибаюсь четверо детей мало мало меньше и когда желтовский погиб да и им кстати говоря пугали долгое время детей что вот такой вот есть бандит желтовский распускали такие мифы о нем так вот когда желтовский погиб и супруга его не могла содержать детей она обратилась в органы социального обеспечения тобольской тобольского уезда и ей ответили что если она не может содержать детей то пусть сдаст их в органы социального обеспечения и тем самым лишится по сути дела детей вот хочет сохранить пусть сдает и я подумал вот такое отношение хотя это советская власть пиарила что она так сказать и детей защищает и детей поддерживает и так далее так далее на самом деле конечно все было далеко не так и я подумал вот ребятички маленькие были одна женщина не вытянет они она их скорее всего что они все погибли и вот однажды приехав в очередной раз в тюмень и работая в бывшем партийном архиве я от заведующего читальный залом там хорошая была женщина тогда то время зав читальным залом бывший секретарь кстати горел горкома тюменска но в партии большевиков и коммунистов были разные люди это было просто очень добрая женщина человек такой очень порядочный и честный и она мне рассказывает владимир иванович а вот приезжал мужчина по фамилии желтовский из селябинска он уже пенсионер и он расспрашивал о своем отце я ему сказала что больше всех о нем знаете вы я говорю а кто такой желтовский это сын вот того самого желтовского который возглавлял повстанческую армию тобольскую я говорю был потрясен удивлен вот оказывается все же удалось вот этот род продолжить сохранился все же один из сыновей желтовского но он конечно об отце ничего не знал а если и знал то то что не прибавляло ему радости и гордости к сожалению вот такая вот наша история такая наша история теперь несколько слов вот геннадий андреевич написал об этом и по-моему сейчас повторил о том что был провокационный приказ номер два с которого собственно говоря не начинается многое в тюменской губернии я бы сказал что это не провокационный приказ это никакая не провокация это нормально большевистская советская политика это приказ изданы в порядке выполнение постановлений восьмого всероссийского съезда советов который прошел в конце декабря 1920 года и который требовал создания посевкомом посевкомом но большевики еще думали что военный коммунизм от кратчайший путь социализма и они стояли на позициях военного коммунизма и посевком это попытки руководить крестьянским хозяйством за пашкой разверстку вести на пашню на посев и так далее так далее и сдать зерно в общественные амбары зерно личное вот ну это конечно это не провокация это просто безмозглость несмотря на то что наркомом земледелия был теодорович по-моему в то время ли исполнял обязанности а наркомом продовольствия был александр митр сюрюпа который вроде бы должен был знать что такое сельское хозяйство тем не менее действовали они вопреки нормам правилам крестьянским и так далее и так далее отобрать у крестьян зерно свести его в амбары это конечно надо было до этого додуматься большевики до этого додумались это не сыровская провокация и это не троцкизм хотя иногда говорили о том что ну вроде противоставляли ленина и троцкому ленин и троцки это братья-близнецы троцки это лучший большевик по определению ленина с конца 1917 года поэтому это никакой не троцкизм это настоящий большевизм троцкизм в том смысле и как вот в кратком курсе то сказать о нем писали о троцком и троцкизме и так далее нет это настоящий большевизм к сожалению вот так было теперь значит хорошо что теперь восстание мы все же точнее называем не крестьянским а просто восстанием потому что но конечно восстание принимала большое количество казачества это петропавловский качетавский уезд отбасарский частично вот бои жесточайшие были именно в петропавловск и в петропавловском уезде жесточайшие причем против казачества бросили так называемую голодную дивизию голодную дивизию с севера европейской россии и пока транспортировали эту дивизию ну в эшелонах так сказать вели работу всадником это тоже была конная дивизия так сказать садником говорили что восстали сибирские кулаки такие вот зажиточные держиморды которые не хотят дать хлеба голодным рабочим и крестьянам красноармейцам так сказать и так далее так далее была оголтелая коммунистическая пропаганда настроены были красноармейцы очень зло против повстанцев и бои были жесточайшие просто жесточайшие и вот я привожу один документ Иван Никитич Смирнов председателя Сибиревкома я думаю он не преувеличивает когда говорит о том что соотношение потерь был один двенадцати так было не только в петропавловскому ездить так было и летом 1920 года у нас степном Алтае когда восстала народная повстанческая армия там тоже подавляли крестьянское восстание с пулеметами с артиллерией и подавляли особые отряды особые отряды вот и соотношение потерь было примерно такое же кстати говоря что в степном Алтае двадцатом году что в Ишимском уезде действовал один и тот же человек Николай Николаевич Рахманов бывший офицер бывший офицер вот получивший за подавление Ишимского восстания и восстания в Ишимском уезде орден Красного Знамени хотя некоторые политические работники коммунисты были категорически против но это сделал сам Смирнов вот сохранились некоторые документы о том как награждали этого Николая Николаевича какие были проблемы с этим награждением сохранилась сам Рахманинов запивался но не он один пил в Красной армии пили многие бывшие офицеры пили возможно потому чтобы снять какую-то психологическую нагрузку все же они из другого слоя были как правило они были либо из разночинцев из мещан но тем не менее они окончили офицерские училища прошли первую мировую войну и здесь им надо было убивать собственных граждан соотечественников и наверное очень многие комплексовали снимали напряжение тем что пили много пили 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 не только командиры полков бригад как вот Николай Николаевич Михаил Николаевич Тухачевский запивался Михаил Николаевич вот об этом мало кто знает но есть записка того же Ивана Никитича Смирнова член Совета 5 армии значит когда Тухачевского забрали с 5 армии направили на южный фронт командовать фронтом повысили он пропал стали Ленин стал искать Тухачевского где Тухачевский ищут Тухачевского неделю еще две потом как-то косвенным путем выясняется что туда же хотят на южный фронт направить Павлова но с такой фамилией было три человека командира дивизии и Смирнов пишет ни в коем случае Павлова к Тухачевскому не направлять сопьются оба есть такая записка сопьются оба хорошо характеризует и того и другого вот поэтому вот была такая проблема так сказать но наверное напившись и потеряв какие-то тормоза эти люди действовали беспощадно отдавали приказы жестокие и не щадили повстанцев еще одна проблема но она такая наверное этического характера вот мы называем это восстание западно-сибирским конечно это не совсем точно потому что такого восстания не было хотя ожидалось и возникло Сорокинское восстание опять-таки в том же 21 году у нас на Алтае значит но Алтай не был завязан на это западно-сибирское восстание восточная часть Омской губернии не подверглась восстанию то есть в принципе значит ну то Омская губерния значит значительная часть Западной Сибири все же не пострадала или не охвачена была восстания вот но зато восточные районы Урала и Челябинской губернии и Екатеринбургской губернии Пермской губернии оказались территория повстанчества ну и часть нынешнего Казахстана конечно хотя хотя Каркаралинск там это было не восстание это все же было отступление повстанцев так сказать ну так они попали попались на пути Каркаралинский уезд и Каркаралинск поэтому там произошли такие события трагические тоже вот поэтому называть восстание западно-сибирским вслед за советскими историками а это был Петр Евгеньевич Померанцев он первый назвал это восстание западно-сибирским и публиковал статьи на эту тему с одной стороны не очень корректно не очень корректно но с другой стороны вот я лично пока ничего другого придумать не могу может быть Михаил Игоревич который сейчас тоже занимается что-нибудь подскажет ну как как так корректнее назвать повторяю я никак не могу вот иногда восстание называют по фамилии лидера там Антоновское там Махновское движение или Роговское у нас Луковское а здесь нет такого лидера нет такого человека но подумать не мешает чтобы повторяю не было претензий что мы масштабы завышаем а почему Петр Евгеньевич Померанцев назвал западно-сибирским несмотря на то что он с чекистами не дружил так или иначе а он был начальником информационно-исторического отдела Савва Павловкома по Сибири наверное связано тоже с тем что военным хотелось бы чтобы масштабы восстания были большие поскольку если они с ним справились значит и большего заслуживают может кому-то орден дадут и так далее и так далее может быть эти соображения играли я не знаю не могу пока понять почему вот Померанцев назвал его западно-сибирским ну может тоже не нашел соответствующего какого-то термина определения и так далее и так далее ну и вот заканчивая свое выступление я хочу сказать о том что помимо тех документов которые опубликованы были и сборники за советы бескоммунистов и во втором томе Сибирской Ван Деи у меня есть огромный массив источников которые не вошли в эти документальные публикации я их использовал частично в комментариях но это очень много документов разного рода некоторые я наверное опубликую как отдельные документы где-то в историческом архиве может быть членом редколлегии которого я являюсь может быть еще где-то может быть какие-то статьи отдельно я напишу опираясь на эти документы но у меня тем не менее бродит другая мысль она бродит давно и я собирался это сделать и вот с Михаилом Игоревичем даже то сказать вел предварительные переговоры о том что может быть мы подадим заявку в фонд российский фонд фундаментальных исследований на грант для того чтобы реализовать проект посвященный вот этому восстанию но случилось так что наша власть ликвидировала российский фонд фундаментальных исследований подавать стало некуда ну можно в российский научный фонд подать но там меняются все время правила игры и трудно понять что там происходит но повторяю идея такая была и я провел работу с экспертами фонда значит но я правда предложил на выбор две темы и эксперты разделились во мнение одни говорили я предложил две темы я хочу подать либо о Колчаке потому что лучше меня Колчака никто не знает вот либо о западно-сибирском восстании и вот один говорит давай о Колчаке я говорю да много написано уже но я все равно напишу а другой говорит нет крестьянных интереснее давай о крестьянных ну вот такая работа была предварительно проведена но вот случилась такая беда фонд ликвидировали сейчас российский фонд научных исследований как-то поддерживает некоторые проекты вот причем поддерживает иногда совместно с теми или иными субъектами российской федерации вот я смотрю когда в качестве спарринг партнера выступает тюменская область то там во первых сроки большие не год два а три года как правило и деньги совсем другие большие деньги вот я по запросам уже что ли году выиграл грант совместный грант так сказать с Новосибирска там Новосибирск область была спарринг-мартером это всего 10 месяцев и деньги смешные но приходилось стать буквально на ну работать было тяжело срок ограниченный все надо было успеть опубликовать это надо было написать надо было найти журналы которые примут все это дело мы справились отчитали все отлично но это было очень тяжело так вот может быть поскольку рейн там человек какой-то непростой и влиятельной насколько я понимаю может быть обратиться к рейну с вопросом о том не смогут ли тюменские законодатели помочь в реализации этой задачи но мы бы в долгу не остались мы бы написали много полезного и неизвестного потому что источники которые мы пока еще не знаем есть вот я бы с удовольствием например приехал в Курган поработать Петропавловск Челябинские документы у меня есть но я бы тоже там поработал вот работал в Тобольске но недолго к сожалению ну вот так и такая просьба если Енадий Андреевич у вас есть выход на рейна прозондируете почву прощупайте его как он к этому отнесется ну наверное пока все спасибо большое извините я наверно перебрал спасибо я я так рад что у нас получается очень душевный разговор что я специально старался не смотреть на часы вот но мне кажется что ваше выступление несмотря на то что оно было несколько больше чем нужно но оно было очень было очень важным ответила на многие из тех вопросов которые нас все волнуют и вы очень хорошо сумели раскрасить заиграли красками я бы сказал так много из вот этих забытых страниц прошлого потом я когда мы перейдем в дискуссии я отреагирую на позицию по поводу крестьянских восстаний в том числе и тамбургских восстаний это очень любопытно это значительно интереснее чем мы это себе представляем по советским учебникам хорошо продолжаем продолжаем дальше я попрошу подхватить нашу эстафету наш разговор Михаила Игоревича Ведера кандидата исторических наук старшего научного сотрудника центра политической социокультурной истории института истории археологии уральского отделения РАН пожалуйста Михаил Игоревич Добрый вечер уважаемые коллеги ну я во первых хотел бы поздравить авторский коллектив и автора составителя этой книги с тем что проект состоялся книга увидела свет нередко когда реализуются подобные большие проекты они где-то на середине пути рассыпаются там людям не хватает или силы воли или денег или банальной удачи или всего вместе чтобы довести свой труд до какого-то логического завершения ну вот по счастью здесь все совпало и книга вышла и на мой взгляд получилось весьма достойным подарком к юбилею памятной годовщине столетию вот этого западно-сибирского восстания вот во вторых я бы конечно хотел обратиться к нашим слушателям вот если вы интересуетесь историей гражданской войны или истории крестьянских восстаний постанческих движений в России то безусловно вот эта антология это хорошая такая входная точка для того чтобы познакомиться с со всем спектром мнений современной российской исторической науки вот автор составитель проделал большую работу и довольно удачно подобрала статьи и публикации которые были включены в книгу и в общем то если посмотреть на главление то можно убедиться что в книге представлены статьи и публикации ну практически всех крупных российских историков которые обращались к этой теме также много публикаций весьма достойных от краеведов в том числе каких-то редких полузабытых статей которые сейчас нигде не найти и безусловно если вам вот интересна эта тема но вы о ней ничего не знаете то конечно стоит либо пойти в библиотеку либо купить эту книгу вот здесь вот я бы хотел еще обратить внимание что книга прекрасно издана вот сейчас отечественное книгоиздание переживает непростые времена в связи с ростом цен на типографские услуги в связи с дефицитом бумаги мы вот геннадий андреевич и шимский музей совершили такой маленький издательский подвиг то есть книга прекрасно отпечатана книгу увеличенного формата в ней много иллюстрации фотографии цветные фраза цианок зац в общем приятно ее поставить на книжную полку так сказать ну и что тоже немаловажно наверное даже более важно содержательно конечно весьма получилось фундаментальное издание в общем-то представлены в различные точки зрения на те или иные события западно-сибирского восстания представлена масса публикаций первоисточников и в общем повторюсь это такая хорошая входная точка для того чтобы ознакомиться с состоянием современной российской историографии вот в книге по моему нет публикации советских историков но это не потому что вот автора составителя какая-то такая злобная и советская позиция просто советское время мы практически не было публикации на этот счет то есть вот история восстания этого западно-сибирского она уменьшалась замалчивалась вот единственная более менее крупная работа это вот шестьдесят первом году вышла небольшая монография ихаила богданова но вышла она в провинциальном издательстве в тюмени весьма маленьким по советским меркам тиражом в общем то и нельзя сказать что знание вот о западно-сибирском восстании не получили какое-то широкое распространение конечно но оставалась тени махновщины и вот антоновщины вот может быть и в этом сыграло действительно свою роль то что в отличие например от тамбовского восстания или там вот махновского движения здесь не было какого-то единого такого харизматичного лидера по имени которого можно было бы назвать это восстание ведь люди когда воспринимают историю они обычно персонализируют ее и как бы западно-сибирское восстание о нем корректнее наверное говорить как о серии восстаний которые вспыхнули одновременно были синхронизированы по времени но единого какого-то координирующего центра не было вот до сих пор не найдено каких-то свидетельств о том что существовала какая-то единая подпольная организация которая бы это восстание готовила то есть вот советских публикациях были были попытки как бы обвинить во всем партию эсеров там вот крестьянский союз сибирский но на настоящий момент каких-то источников которые подтверждали эту версию не выявлено то есть вполне вероятно были небольшие подпольные организации которые воспользовались вот этим стихийным социальным взрывом там в каких-то отдельных местностях возглавили этот протест но говорить о каком-то едином глобальном большом заговоре но на текущий момент не приходится и здесь действительно вот роль несуществующего штаба вот этого восстания сыграл действительно этот приказ о вывозе семенного хлеба то есть грубо говоря если бы не было распоряжение о вывозе семенного хлеба вполне вероятно что вот западно-сибирского восстания в том виде как вот она состоялась его бы просто не произошло то есть отдельное восстание бы состоялись но они не были бы синхронизированы по времени то есть они были бы меньше во штаба были бы гораздо быстрее подавлены и соответственно вот на мой взгляд вполне уместно говорить о том что организовала западно-сибирское восстание в том виде в том масштабе как оно произошло ну вот сама советская власть а точнее ее продовольственные работники своей очень неразумной политикой. Вот для слушателей, вот тоже, наверное, поясню, может быть, не все понимают, что такое семенной хлеб. Дело в том, что в 21-м году советская власть решила провести посевнование централизованно, то есть не каждый крестьянин и бород сам решает, сколько и где сеять, а подразумевалось, что за крестьянина это решат советские чиновники и дадут разнарядку, что и где сеять. И это было вызвано двумя причинами. То есть, с одной стороны, из-за того, что у крестьян отбиралось практически все продовольствие, за исключением прожиточного минимума, у крестьян пропал экономический стимул к тому, чтобы много сеять. Смысла в этом экономического не было, все изымалось. Поэтому началось сокращение пассивных площадей. Но вторая причина, это доктринальная сама доктринальная советская, которая предусматривала сверхцентрализацию экономики. Поэтому родилась идея в 2021 году провести посев централизованно. И в рамках подготовки вот этой посетевной компании крестьян, помимо того зерна, которое изымалось по развивкам в счет налогообложения, изъяли их семенной хлеб, то есть то зерно, которое нужно было сеять. Но подразумевалось, что вот это зерно, оно находится в государстве на временном хранении. То есть его забирали у крестьян, там хранили где-то на волосных сельских складах. И причина восстания, это то, что в какой-то момент пришло распоряжение вот этот семенной хлеб из сел вывозить к железной дороге и, соответственно, вывозить там куда-то в европейскую, в центральную часть России. Вот. Ну, крестьяне, естественно, это заметили, как бы поняли, чем это грозит, что не будет семян, нечего будет сеять и будет голод. Ну, соответственно, вот везде, в тех местностях, куда поступило распоряжение вывозить семенное зерно к станциям железной дороги, ну, началось практически одновременно восстание. То есть, повторюсь, на мой взгляд, если бы вот этих авантюрных и бездумных абсолютно распоряжений не было, вполне вероятно, что такого масштаба восстания не произошло бы. Вот. Но вообще, если так вот смотреть шире, конечно, восстание назревало. Вот надо отметить, что в конце 19-го года, когда вот советская власть пришла в Западную Сибирь, во многих местностях, которые потом оказались в эпицентре восстания, советскую власть встретили очень тепло, радушно. И прошел всего год, и настроение населения очень резко изменилось. И изменилось, конечно, в первую очередь, благодаря нажиму на крестьянство, различные разверстки, в первую очередь, зерновая, но были и другие разверстки, там, на основные виды продуктов, там, бужевые разверстки. В общем-то, нажим на крестьянство осуществлялся, не считаясь с его реальными экономическими возможностями. Здесь сыграло роль, как бы, вот, какие обстоятельства. Во-первых, было очень плохо сельскохозяйственной статистикой, то есть, вот, советские продовольственные органы, они ориентировались при определении, там, размеров разверсток на данные еще земской дореволюционной статистики, то есть, абсолютно не учитывалось, что за годы гражданской войны сельское хозяйство пострадало существенно, и, соответственно, нормы сбора тех или иных продовольственных товаров, они были абсолютно завышены, не соотносились с возможностями населения. Вот, сама компания, вот, по выполнению продовольственной разверстки, вот, осенью 2020 года, она велась как военная операция, то есть, отдавались боевые переказы, то есть, за невыполнение, значит, людей наказывали по законам военного времени, то есть, шел жесточайший нажим, в первую очередь, на административный аппарат, и, соответственно, на местах вот продовольственные советские партийные там чиновники, они, в свою очередь, не щадя живота своего, оказывали давление на, уже непосредственно на крестьянство. Ну, вот это в итоге закончилось грандиозным социальным взрывом. Политика была, конечно, непродуманная, авантюрная, и, в общем-то, подготовила почву для такого грандиозного восстания. Надо отметить, что при сборе тоже вот различных разверсток советский продовольственный аппарат на местах, он использовал широкий спектр как законных, так и незаконных методов воздействия на крестьян. Вот законные, ну, это подразумевает, что они предусмотрены советским законодательством, что к ним относится? Это конфискация имущества, наложение там различных штрафов на неплательщиков, это административные там уголовные аресты. Для того, чтобы заставить крестьян выполнять разверстку, там на места посылались различные выездные сессии трибуналов, которые проводили тоже показательные процессы с неплательщиками, разверсток, с теми, у кого, допустим, находились спрятанное зерно или там другие виды продовольствия, которые крестьяне стремились скрыть от советских продовольственных органов. То есть вот это то, что касается законных методов, но также, к сожалению, практиковался и широкий спектр незаконных методов давления на крестьянца, то есть непредусмотренных советскими законами. Это в первую очередь различные угрозы, это избиение, опорки. Довольно широко была распространена такая мера, как вот в холодное время года крестьян, отказывавшиеся выполнять продналог, продразверстку, их садили раздетыми в неотапливаемое помещение. То есть такая пытка холодом своеобразная. Разумеется, это очень злило население и впоследствии тоже обусловило ту жестокость, с которой восставшие крестьяне расправлялись с продработниками, советскими активистами на местах. Вот, то есть все это подготовило почву. Возвращаясь, значит, к терминологии, ну, мне кажется, все-таки западно-сибирское, термин западно-сибирское восстание, наверное, все-таки наиболее удачный, потому что вот какого-то единого вожака нету. Как-то по-другому называть. Ну, вот иногда называют ишимский мятеж, ишимское восстание, но это слишком узко. То есть восстание было гораздо шире, чем ишимский уезд. Если говорить о моей, вот, сфере научных интересов, я занимаюсь историей Урала в годы Гражданской войны. Вот восстание, хотя эпицентр был в Тюменской, бывшей Тобольской губернии, то есть в Западной Сибири, но также затронуло и три уезда уральских, это Екатеринбургский, это вернее, Шадринский, Камышловский уезд Екатеринбургской губернии и Курганский уезд Челябинской губернии. И вот для антологии я подготовил четыре публикации, две из них выходили ранее, и две новые, там, наибольший интерес представляет, на мой взгляд, публикация документов революционного военного трибунала и уральского военного округа и первой трудовой армии. Вот этот трибунал осуществлял суд и следствие над повстанцами, на той территории, которая входила в зону деятельности, в зону ответственности от приуральского военного округа. Ну, собственно, это вот вышеупомянутые три уральских уезда, но также некоторые уезды Тюменской губернии, например, Елуторовский уезд. И, в общем, тема террора, это такая деликатная для исследования тема, то есть она зачастую политизируется, различные публицисты там либо завышают, либо занижают количество жертв в своих целях далеких от науки. И, конечно, за эту тему нужно браться ответственно, то есть искать релевантные источники, комплексы источников, публиковать их, анализировать, и тогда появляется какая-то надежная источниковая база для дальнейших каких-то выводов и умозаключений. И, значит, вот этот вот революционный военный трибунал приуральского военного округа, он был создан на основе других трибуналов в конце декабря 2020 года, расформирован в середине лета 2021 года, то есть просуществовал примерно на полгода, и можно сказать, что вот участие в подавлении западно-сибирского восстания, это был его главный результат, его деятельности. Сам трибунал, вот головной трибунал, он располагался в Екатеринбурге, где находился штаб приуральского военного округа, но также у трибунала были отделы в крупнейших губернских городах Урала, и помимо, собственно, головного трибунала в подавлении восстания активно участие принял Челябинский отдел, Челябинский филиал вот этого рефт-воентрибунала. Как происходило подавление восстания, суд и следствие, значит, трибуналом формировались специальные такие выездные сессии трибунала, они включали в себя военных следствий, военных следователей, которые проводили опросы и собирали следственные материалы. Они включали в себя членов трибунала, собственно, судей, ну, также там технические персоналы и небольшую группу красноармейцев, которые охраняли. Вот как показывают источники, значит, Екатеринбургским рефт-воентрибуналом было сформировано две выездные сессии, которые уехали вот в Шадринские, Камышловские уезды, и Челябинским отделом вот этого военного трибунала было сформировано четыре выездных сессии, которые действовали данным образом вот на территории Курганского уезда Челябинской губернии. Каждая такая сессия в среднем расстреляла примерно около ста повстанцев, как показывают источники. Если оценивать вот в совокупности деятельность в целом всех выездных сессий всего вот этого рефт-рибунала, то, значит, за контрреволюционную деятельность им было осуждено 2772 человека. Из них расстреляно около 500 человек, но остальные приговорены либо к различным срокам заключения, либо оштрафованы. Вообще сама политика по отношению к пленным повстанцам, к населению, которое поддерживало восстание, она была такая двойственная, то есть наказания были либо очень суровый расстрел, либо сравнительно мягкий, то есть там либо условный срок, либо какой-то незначительный штраф. Но также практиковалась такая мера, как конфискация имущества. Вот, если говорить о социальном, так сказать, составе вот тех, кто попал под подкарательные воздействия вот этого революционного военного трибунала, то хотя с точки зрения доктрины подразумевалось, что значит, молод вот этой советской юстиции должен быть направлен на буржуазию, на имущие классы населения, то в случае с западносибирским восстания большинство осужденных, это, конечно, крестьяне. Вот приведу такую статистику, как вот я уже упоминал, реферинтрибуналом февральского военного округа было осуждено 2772 человека за контрреволюционную деятельность. Ну, из них, собственно, представители буржуазии два человека, крестьян 2700 человек, ну, и 70 человек, это вот рабочие либо представители интеллигенции, то есть, ну, вот как видно из данных вот этой статистики, основные пострадавшие от действия этого трибунала это крестьяне, поэтому, конечно, говорить о каком-то активном участии вот интеллигенции, там, вот буржуазии в подготовке этого восстания, ну, на мой взгляд, не приходится, то есть, в тех случаях, когда восставшим удавалось захватить тот или иной город, они там действительно проводили мобилизацию там бывших офицеров, вот известны случаи, когда бывшие колчаковские офицеры возглавляли там отряды повстанцев, но надо понимать, что они не были организаторами, то есть, они как бы использовались как такие военспецы, и были также известны случаи, когда тех или иных офицеров на фоне поражений там, повстанцы сами с ними расправлялись, то есть, как бы обвиняли в военных неудачах, то есть, поэтому, как мне кажется, восстание в целом оно носило стихийный характер, и вот было вызвано в первую очередь непродуманной внутренней политикой советской власти, вот в первую очередь ее продовольственных органов. Ну, наверное, вот с вашего позволения на этом закруглюсь, вроде бы уложился в регламент, там, если будут еще какие-то вопросы, то с удовольствием приму участие в дискуссии. Спасибо, спасибо огромное, и мы продолжаем, и я хочу предоставить слово Людмиле Александровне, боюсь ошибиться, в... Гривенной, ударение на... Гривенной, да-да-да-да, я прошу прощения, я не случайно поинтересовался, знаю каверность наших фамилий. кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Ассамблеи народа Казахстана Североказахстанского государственного университета имени Козыбаева. Пожалуйста, Людмила Александровна. Спасибо большое за предоставленное слово. Меня хорошо слышно? Да, Ну что, уважаемые друзья, коллеги, очень приятно всех видеть и слышать. Я хочу лично выразить свою признательность Владимиру Ивановичу Шишкину, которого я 20 лет хотела увидеть. Вот вы, наверное, о моем существовании не знаете, или, может быть, там, скользко когда-то слышали. Я о вас знала давно, и я вас могу признать. Я читаю. ученицей вашей, потому что очень много я, как говорится, мыслей вот этих вот новых направлений из ваших всех работ и, в частности, из сборника, который стал вообще сенсацией, я думаю, для всех ученых 20 лет назад вышившие это сибирское Вандея, касающиеся восстания 21-го года. И, знаете, вот я была в Новосибирске с 3-го по 7-е сентября этого года и очень надеялась вас увидеть на конференции, посвященной столетию окончания гражданской войны в России. Но, к сожалению, встреча этой не состоялась. Я спрашивала, искала, пыталась каким-то образом выяснить, где вы, что вы, и сейчас рада вас, ну, если не в живой, но, по крайней мере, вот в таком, скажем, узком общении услышать. Действительно, вы являетесь, я думаю, что коллеги со мной согласятся патриархом данной темы, потому что, начиная с ваших еще, скажем, работ, когда вы защищали кандидатскую диссертацию и докторскую, и на протяжении многих-многих лет эта тема вас не отпускала, и, скажем, с периодичной интенсивностью вы к ней приближались и вносили, я считаю, существенный вклад в ее развитие, поэтому я вам искренне благодарна за ваши работы, за ваш вклад, за то, что вашими трудами пользуются многие, и вот то, что сейчас я слышу, по сути, наверное, повторяет все эти выводы, которые были сделаны вами в различные годы, и, конечно, вот когда вы говорили о вашем желании создать новый сборник и поработать в Петропавловске, я хотела вам сказать о том, что, наверное, вы должны знать о том, что есть я, которая живет в Петропавловске и которая с 2002 года 20 лет работает над этой темой. Я, кроме Петропавловска, была вот на сегодняшний день, я вот сейчас считала по Казахстану, где-то в 25 архивах, в том числе и в закрытых специальных архивах, сейчас такая возможность в течение последних двух лет предоставлена мне, так как я включена в состав государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, которая создана у нас в Казахстане по указу президента Касымжи Марта Такаева. Эта комиссия сейчас в такой интенсивной фазе находится, ей еще работать год до декабря 2023 года, и я бы сказала о том, что вот для нас историков, которые занимались данными проблемами, сейчас наступил ренессанс. Мало того, что это финансируется государством, все наши командировки, все наши издания, еще в общем-то открыть зеленый свет для работы закрытыми ранее источниками в спецархивах, это архивы КНБ, департаменты полиции и так далее. Мне, когда я защитила кандидатскую диссертацию, касающуюся крестьянского постанчества на территории Северного Казахстана, она больше имела региональный характер, это было в 2007 году, мне на тот момент казалось, что основные направления, аспекты, причины, последствия и так далее, я это уже выяснила, и для меня сейчас, конечно же, открытие в каком плане, что, конечно, это больше касается персонификации и создания такого собирательного социального портрета участников. Владимир Иванович, я думаю, что вам будет, наверное, очень интересно, потому что в ваших работах, в работах Трифонова, Шоудякова, вот наших исследователей, работах исследователей Ермикбаева, упоминался список 232. Вы, наверное, вспомнили, о чем я говорю, это список расстрелянных за участие в восстании в Кочетавском уезде в 1921 году. Так вот, вам, Владимир Иванович, и коллеги, я хочу сказать о том, что я также, как и вы, болела и пыталась выяснить участие вот каждого из этих 232 и других участников, что толкнуло, кто это за человек, какого, скажем, он происхождения, какого рода занятия, какого возраста. Так вот, что касается списка 232, я подняла 225 уголовных дел, только на семерых вообще этих дел нет, это в архиве департамента полиции Алматы и в архиве департамента полиции города Кокшетау, и выяснила, кто это были за люди. Буквально там анкетные данные, постановления, приговоры, опросные листы, протоколы и так далее. Весь материал, который был, я очень тщательно изучила, и сейчас я готовлю статью «Тайна списка 232», в которой я хочу подробно рассказать о том, кто эти были люди. Кроме того, благодаря вот этим спецархивам мне удалось подробно узнать по аналитическим справкам КНБ о том, сколько человек были привлечены. Я, значит, также извлекла вот эти списки привлеченных к уголовной ответственности именно по Казахстану за участие в этом восстании. И вот в архиве КНБ Республики Казахстан есть такой документ, который был составлен в более позднее время, тем не менее, там подробно оказывается, кто участвовал, как участвовал и прилагался список 971 человек, где 191 из них был из списка 232. И там тоже очень много интересных персоналей, с которыми я столкнулась и по которым я поднимала дела вот в этих спецархивах. По ним тоже можно, конечно, отдельно составить характеристику. И сейчас у меня, знаете, вот какая идея, применяя компьютерные технологии, математические методы исследования, сделать визуализацию социальной базы посредством, скажем, применения фильтров и других методик, где можно будет определить именно средний возраст участников, допустим, социальное положение, образование, партийность, род занятий, семейное положение. то есть это будет не непримерно, а вот опираясь на эти анкетные данные, которые мы собираем, уже более точно, с большей точностью сказать о том, кто это были люди. Потом, что касается изучения данной проблемы, именно в Казахстане, для нас очень важно было понять, участвовало ли местное коренное казахское население в этом восстании, потому что существовала точка зрения у исследователей, что это было восстание казачества, переселенческого крестьянства, в основном славянского населения, и что представители других национальностей, в частности казахов, в этом восстании участие не принимали. Вот сейчас как раз допуск к этим персональным данным, он позволил более точно сказать о том, представители каких национальностей принимали участие, и я хочу сказать о том, что казахи принимали участие, скажем, в отрядах каких-то, были и руководители, были те, кто активно принимал участие, те, кто помогали скотом, значит, фуражом, те, которые укрывали повстанцев, это тоже своего рода степень была участия, и дальше вот на что хотелось обратить внимание, все-таки выявить специфику восстания на территории Казахстана сравнимо с восстанием в других регионах, и также отличие этого восстания от восстания более раннего и более позднего периода, потому что у нас восстания более раннего периода, они трактуются как национально освободительные восстания, там, допустим, начиная с участия восстания Емельяна Пугачева, все другие, и Сырмодатова, и Кимисеры Касымовой восстания 1916 года, но это восстание мы не можем считать продолжением борьбы за национальную независимость, потому что здесь все-таки уже период был другой, и цели, задачи, участники имели существенное отличие, но эти восстания больше, наверное, похожи или дождественны с восстаниями более позднего периода, это конец 20-х, начало 30-х годов на территории Казахстана, которые вспыхнули период проведения коллективизации и тотального оседания казахского населения, но отличие его заключается в том, что восстание именно 20-го, 21-го года, оно представлено было в основном все-таки славянским населением. В конце 20-х годов более активно принимало участие казахское население, так как их уже существующие права, они были больше задеты и, скажем, образ жизни, и, конечно же, здесь вот эта активность больше, и религиозность восстания конца 20-х годов, именно мусульманский фактор, он выше, чем восстание начала 20-х годов. Затем очень интересно сравнить это восстание с теми выступлениями, которые вспыхивали на территории Казахстана в других регионах, это восточный, западный Казахстан, и вот Владимир Иванович действительно, это не значит, что мы переписываем историю или отказываемся от своих убеждений, просто накопление нарративного материала, оно, наверное, и меняет наше сознание и наши выводы. Я тоже с вами совершенно согласна, что данное восстание, исходя из социального состава участников, больше, наверное, похоже на такой, скажем, народный протест, потому что кроме крестьянства и служащие, и рабочие, и красноармейцы, и священнослужители также принимали участие в этом движении. Национальный состав также мы видим разнопланов, хотя разнопланов, но, конечно, доминирующую часть это отрицать нельзя, представляют казачество и переселенческое крестьянство. Теперь, на что я хотела бы обратить внимание, вот особенно у Шулдякова в ряде работ, он очень хорошо и интересно описывает западно-сибирское восстание и гибель казачества в ходе подавления этого восстания. Но для Казахстана, вот я для коллег из России хотела бы тоже сказать, что казачество все-таки воспринимается несколько иначе, потому что казачество, военность условия России в Казахстане выполняла кроме охранительных функций границ, также и жандармские функции. И поэтому вот это сожаление и трагизм по поводу уничтожения казачества в Казахстане он отсутствует, так как к нему отношения также неоднозначные. Мы просто можем констатировать о том, да, что это так, но несколько, скажем, вот этот эмоциональный накал, он у нас не имеет места. Теперь вот на что также мне хотелось обратить внимание. для вот исследований, которые проходили в России в натяжении предыдущих лет и я хочу сказать, что в советское время, вот историографию я изучала, там достаточно было работ разноплановых, где прямо или косвенно освещалась эта тема, то в Казахстане, чтобы вы знали, вот с 2002 года, когда за мной была закреплена эта тема научно-кордиационным научным центром Академия наук Казахской Республики, этой темы больше детально никто не изучался, не изучал. Косвенно изучал у нас исследователь Медиубаев, когда исследовал военный коммунизм и Мусаев, который изучал голод 21-го года. И поэтому сейчас я хотела тоже сказать о том, что на мне лежит большая ответственность не только за изучение и углубление данной темы, выявление специфики этих событий на территории Казахстана, но и сейчас на нас возложена, скажем, более такая ответственная миссия, это реабилитация участников данного движения. И вот я также хотела обратить внимание, я думаю, Владимир Иванович согласится со мной с тем, что вот мы сейчас думаем, как это правильнее назвать западно-сибирское восстание или как-то не по, скажем, не географически, там, по имени мы тоже не можем у нас участников и так называемых командиров было достаточное количество, хотя вот такой харизматичной личностью у нас явного, скажем, руководителя так и не было, несмотря на то, что Родин был признан командующим народным фронтом. Вот я вот в своих статьях называю это повстанческое движение. Почему? Потому что перемещение волнений происходило из села в село, где пребывали повстанцы, где распространялись слухи, и вот это, скажем, протестное движение, оно поддерживалось и буквально из одного населенного пункта оно перебрасывалось в другой. И потом, вот что касается выступления на территории Казахстана, если вот географически взять, по всем сводкам, по, скажем, документам, которые я обнаружила, я поняла следующее, что движение, скажем, вот этой народной массы, оно было в трех направлениях, вот об этом тоже говорили, это Омская, Тюменьская, Курганская, а на территории Казахстана, вот перекинувшись с Ишимского уезда в Петропавловский уезд, оно продолжилось дальше в Акмолинском уезде, это в сторону Кокчетава, очень крупные были сражения близ станицы Лобаново, вот у меня по оперативным данным Комитета Государственной Безопасности Республики Казахстан есть вот такой вот документ официальный, где говорится о том, что там погибло 900 человек, причем 300 человек это было из самой станицы Лобановска и из близлежащих станиц, это и Монтау, Челкар и ряд скажем других населенных пунктов скажем такие вот сражения также проходили вот станица Алексеевская недалеко от нашей столицы Астана и Каркаролинская трагедия вот о которой говорил Владимир Иванович это тоже был Каркаролинский уезд небольшой где были вот такие скажем лобовые столкновения где повстанцы потеряли огромное число участников и я хочу сказать о том что вот когда проходила защита это вот был 2007 год там в Академии наук тогда еще были скажем патриархи нашей исторической науки очень скажем тяжело шла защита потому что то о чем я говорила это в общем-то в то время наверное было новым и я помню что академики вот наши доктора наук они возмущены по всей видимости партийные работники значит нервничали при этой защите и я помню был вопрос мне задан одним нашим ученым он ныне покойный он он стал и задал мне прямой вопрос вы что хотите защитить их вы что их оправдываете я в то время говорил о том что я не столько оправдывая я пытаюсь понять почему они взяли оружие в руки почему это произошло выступление а вот сейчас наступило время когда действительно я работаю над тем чтобы оправдать и у нас сейчас очень такая скажем идет аналитическая работа вот госкомиссии потому чтобы выработать такие концептуальные обоснования того почему мы можем или имеем какие-то скажем основания оправдать этих участников и сейчас у нас реабилитация как мы ее выстраиваем идет по двум направлениям это политическая и юридическая реабилитация когда политически за участие в восстании мы можем оправдать в целом неперсонально всех и юридически это нужно рассматривать каждое дело и решать имеет ли право человек на реабилитацию если он не совершал скажем каких-то садистко-уголовных преступлений то думаю что тоже он может войти в разряд тех кого можно оправдать теперь дальше я бы хотела сказать о том что идет большая работа по выявлению документов законодательных актов оперсводок многих других документов уголовных дел и создание вот этой базы которая будет в дальнейшем рассматриваться прокуратурой на предмет реабилитации сейчас создан портал государственной комиссии республики казахстан на который мы выкладываем и значит информацию анкетные данные об участниках и другие документы научные статьи я кстати вот тоже разместила вот эту книгу нашу 21 красная весна она также находится на портале с ней могут познакомиться и участники госкомиссии и все кто имеет интерес к этой теме и вот эта работа у нас сейчас выстраивается на предмет внесения изменений в существующий закон о реабилитации который был принят в 1993 году и в нем как раз говорилось о том что участники восстаний протестных движений реабилитации не подлежат в России Борис Николаевич Ельцин принимал указ о реабилитации участника восстания 21 года у нас такого указа не было принято и сейчас мы работаем над тем чтобы внести изменения в существующий указ затем представить все необходимые документы и затем все-таки перейти к тому чтобы реабилитировать невиноватых и сейчас мы тоже вот категории буквально нас ориентируют на то чтобы мы сделали расклад кто это командиры помощники руководители отряда там члены семей тех которых насильно мобилизовывали те которые предоставляли подводы и так далее то есть такая идет детализация и выявление подкатегорий которые предстоит реабилитировать поэтому я прошу вас следить за нашей работой вот у нас сейчас этот портал пополняется вскоре он будет открыт для широкого доступа и я думаю что вот совместными усилиями мы сможем эту работу дальше продвинуть буду рада вашей помощи сотрудничеству и готова тоже к этой работе спасибо 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 Людмила Александровна я сразу чтобы не упустить из вида этот очень важный аспект что касается проблемы реабилитации участников антибольшевистского сопротивления я вот в рамках нашей программы социалисты мемориальской программы социалисты анархисты участники сопротивления большевистскому режиму вместе с другими коллегами мемориальцами я этой проблемой занимался достаточно плотно и мы проводили как минимум несколько круглых столов в том числе и совсем недавно посвященную разным аспектам вот этой реабилитации там это конечно же касалось это касалось особенностей закона РФ 91-го года реабилитации и возникало много подводных течений но там много и не только юридических но и политических морально-психологических и прочих каверс и мне кажется что это тема которой нам наверное все вместе в том числе и с коллегами из соседних бывших советских республик а ныне независимых государств стоило бы поговорить потому что здесь отсутствие попытка подведения по категориям реабилитации да она тоже чревата отсечением многих потому что можно ли не реабилитировать скажем командиров этих восстаний а в чем они провинились если их во многом спровоцировали на это а кто будет судить тех кто устроил такое звездо в отношении крестьян в 20-м и 21-м году в Тамбове и здесь у вас в Западной Сибири эти люди умерли в почестях в большинстве своем на пенсиях и прочее если уж мы говорим о исторической исторической правде и исторической реабилитации я скорее сторонник пользоваться терминами применительно героям наших исследований не словом оправдания потому что это слово скорее используют противники а используют слово историческая реабилитация потому что они оболганы они залиты грязью и наша попытка честно во всем этом разобраться я думаю мы продолжим эту работу а сейчас я хочу предоставить слово Елене Леонидовне Новиковой геологу публицистов краеведов пожалуйста Елена Леонидовна добрый вечер всем в разных концах бывшего советского союза Казахстан Урал Сибирь вот я смотрю за всем происходящим сегодня на экране из города Санкт-Петербурга в котором я сейчас живу но должна сказать что мои предки принадлежали числу так называемых самоходов белорусских переселенцев которые осели в Сибири в конце 19 века и осели они на землях Тарского уезда Каргалинской волости сейчас это Викуловский район который в 21 году был пограничным вот с теми волостями где полыхнуло собственно говоря восстание с Чертанской с Челноковской волостями волостями поэтому я немножечко опущусь на землю я с удовольствием послушала всех ученых с удовольствием послушала и Людмилу Александровну и увидела так же как и она впервые Владимир Иванович Шишкин чей материал практически читала подряд несколько лет когда погрузилась в тему западно-сибирского восстания вот Геннадий Андреевич Крамер это вообще моя путеводная звезда по всем ишимским делам которые он так или иначе изучает он глубокий исследователь он невероятный патриот своей земли и поэтому я благодарна за то что меня сегодня пригласили на этот эфир я хочу рассказать о той земле где собственно говоря прошла часть моего детства вот это моя глухая сибирская деревня Ермаки слава богу она еще жива не совсем погибла но недолгий ее век я училась в каргалинской школе в моей деревне не было школы десятилетки я училась там только до восьми закончила восемь классов ну каргалы это вот такой был тоже эпицентр один из эпицентров восстания не такого страшного по кровопролитию как даже чертанская соседняя челноковская волости но тем не менее никогда нигде никто об этом не написал и не рассказал и я собственно говоря вот мое детство пришлось детство и ранняя моя юность пришлись на период середины 60-х и начало 70-х годов я не знаю как где но вот у нас в Тюменской области было очень развито в то время местное краеведение мы с учителями энтузиастами как правило это были молодые специалисты приехавшие в наши деревенские школы мы ездили по соседним деревням но тема восстания не называлась и не вспоминалась никогда и никем мы ездили по деревням мы встречались со старожилами с участниками партизанского движения вот в той же Каргалинской волости в деревне Скрипкин там в Спирихе в Ермаках и так далее я их помню этих ветеранов вот того же например командира партизанского отряда Скрипкинского Кривых Семена Дорофеевича да но насколько я такая была девочка любопытная мне было до всего дела но вот о восстании повторюсь не говорилось никогда и никем да красные приходили белые приходили по подпольям прятались там расстреливали этих партизан вылавливаемых вылавливаемых по лесам и только к великому сожалению вот о теме восстания я узнала совершенно неожиданным образом когда в 17 году приехал в Ишимский архив поработать с документами которые касались моего рода тогда я уже собрал всю родословную схему построю свою родословную схему стала понимать что до 20 года я знаю историю жизни белорусских переселенцев а что с ними было дальше после революции я не знаю Ишимский архив сказал у нас есть все приезжайте когда мы познакомились с Геладимом Андреевичем и я ходила в архив через Первомайский сквер и ходила мимо памятника совершенно не непонятного памятника Бородинскому хлебу пришла в архив говорю слушайте расскажите мне историю этого памятника и мне значит работницы архива совершенно замечательные люди одержимые своим делом говорят что ну тут памятник этот стоит недавно здесь стоял другой а какой стоял стоял памятник жертвам восстания 21 года а где он сейчас на кладбище и я просто погрузилась тогда вот я две недели работала в архиве я две недели читала все материалы которые они сумели мне предоставить это альманах Коркина Слобода с работами и Крамера и Владимира Ивановича Шишкина Шовнякова и многих других авторов и мне стало интересно а насколько вообще мои-то предки и насколько мои белорусы причастны к этим событиям 21 года и вот собственно говоря последние пять лет я занимаюсь этой темой конечно прочитала практически всего Шишкина прочитала многих авторов и я стала понимать насколько насколько это страшная тема которая практически нигде никогда не была озвучена начиная с тех же самых учебников по истории в школе когда я училась и у меня в этом году выпустились два внука я их попросила принести мне учебники истории попросить что же этим детям спустя сто лет со дня события восстания преподают ничего короткие абзацы касающиеся Тамбовского восстания которому я знала короткие абзацы посвященные Кронштадтскому восстанию моряков и пара абзацев очень ну как бы сказать но не так как в советские годы называлось когда-то уладско-иссаровским мятежом это восстание то есть западно-сибирское восстание сибирских крестьян и я рассказываю этим детям о том что сама собственно говоря нашла в Ишимских архивах вот поэтому моя роль наверное достаточно скромная в этом сборнике в антологии и я не историк повторюсь но мне очень хочется сегодня сказать о гуманитарном о гуманистической роли этого сборника ведь я работая на своих материалах для красной весны мечтала проехать по тем местам о которых идет речь потому что я знаю знала эту землю я жила жила среди потомков этих повстанцев о которых никто никогда не говорил и не вспоминал вот и нынешним летом я это сделала я получив от крамора книгу села в поезд и поехала и я проехала практически по всем деревням Челнокова Чуртан Поддубровная Малышева Скрипкина Одина Каргалы Ермаки и я старалась там говорить с людьми по сути дела с потомками тех крестьян которые так или иначе в этом восстании принимали участие потому что все фамилии на слуху вот все герои моей публикации в этой антологии я очень многих знаю я нашла в социальных сетях практически всех потомков героев своей публикации и я их спрашивала а потом я с ними встречалась там в Сибири и никто из них практически не знает о судьбе своих расстрелянных дедов или прадедов надеюсь что когда-нибудь доедут они до расстрелянных ям 37-го года где так или иначе вот половина из тех моих героев статьи писарь и волосной лежат в расстрелянных ямах в Шиме вот поэтому Геннадию Андреевичу Крамору и авторам этой онтологии мой низкий поклон потому что это на самом деле важнейшая гуманистическая составляющая этого труда воскрешать память ведь в этом сборнике сотни имен сотни имен потомки этих людей павших за этот хлеб за эту землю еще живы хотят ли они знать ну вот я приехала в Челноково для меня Челноково как наверное очаг зародившегося восстания был каким-то я не знаю местом притяжения мне хотелось просто постоять на этой земле я помню книгу красной петухи Константина Лагунова я ее перечитала я приехала с этой книгой в эту деревню деревня маленькая то есть это бывшее громадное волосное село в котором была невероятного невероятного размера церковь в три престола нет церкви нет деревни в деревне 30 или 40 домов и два выживающих и нет тех людей которые хоть что-нибудь могли вообще об этом сказать прав был Геннадий Андреевич когда говорил что приходилось разводить на встречах события времена гражданской войны и восстания 21 года зима или лето осень но на тот момент моей встречи в Челнокове мне не попались люди которые хоть что-нибудь могли бы прояснить и вот сейчас готовясь к этому эфиру я очень волнуюсь у меня поймите я опять эту тему подняла для себя но так же не бывает но Челнокова прогремевшая вот она по всей книге рефреном это название идет кто-то же ну хоть кто-то же должен что-то знать и я недалеко буквально два дня назад с Геннадьем Андреевичем разговаривал на эту тему я отыскала нескольких человек уроженцев Челнокова моих ровесников помладше и повторюсь что когда мы ходили с этими краеведческими отрядами по своим деревням и получали информацию от героев гражданской войны Челноковские пару человек рассказали что в те же в ту же середину 60-х годов когда проводились всевозможные пионерские там слеты встречи когда приходили к ним ветераны приходили бабушки и рассказывали этим детям о том что происходило во время восстания в деревне Челнокова как они прятали хлеб как убивали мужиков как расстреливали их там за деревней и не дали вот в этой же книге есть материал Бекуловского краеведа к сожалению не ушедшего уже из жизни Виталия Сильченко где черным по белому записано что 70 челноковских крестьян было расстреляно и я спрашиваю этих ребят ныне вот сейчас откликнувшихся потомков челноковских говорю а где они похоронены и мне говорят что на челноковском кладбище есть братская могила только мы не знаем кому она посвящена кто там в ней похоронен или повстанцы или герои гражданской войны и ведь сто лет прошло а ни одного имени не названо сто лет прошло и нет никакого знака обозначающего ну лежит там какой-то старый изгнивший крест который когда-то поставил человек 25-го года рождения уроженец Челнокова этот крест лежит просто на этом месте слава богу что он еще лежит хоть как-то это место обозначено поэтому мне кажется вот точечное обращение к этим людям потомкам этих крестьян которые не просто могли возделывать эту землю но и тех кто нашел себе силы противостоять в 21-м году жестокости насилию надо отдать дальней памяти я не знаю как это сделать может быть вы подскажете как но в любом случае вот из ныне живущих людей им в тех же каргалах в том же Челнокове в том же Чуртане им эта тема интересна просто они об этом не знают и я стараюсь по мере своих сил отправлять эту книгу либо в электронном виде главам администрации либо отправлять оригинальные варианты книг я хочу чтобы люди эту правду о своих прадедах знали так вот хочу вернуться к своей работе которая в этой книге есть это писали волосной это тоже это это моя попытка рассказать историческую правду всего лишь об одном человеке который будучи грамотным Иван Федорович Попков стал жертвой революции он пошел в эту власть потому что был грамотным власть нуждалась в грамотных и использовал этих людей как Иван Федорович Попков и тысячу и миллиону трудных крестьян как строителей новой жизни а воспользовавшись поставил их стенки Иван Федорович Попков будучи преданной советской власти тоже стал ее жертвой в 30-м году он был расплачен выслан семьей на 5 лет на крайний север и вернувшись оттуда будучи грамотным свое разоренное гнездо и писал и просил и доказывал свою правоту и свою виновность но так надоело этой власти что в 30-м году она от него избавилась и я найдя его потомков я нашла гигантское количество материалов о нем вот все эти его письма начиная от Верховного Совета после того он вернулся и пытался реабилитировать свое доброе имя и ничего не удалось и вся эта переписка сохранилась и я понимала какая машина какое красное колесо прокатилось по моим деревням и по судьбам этих крестьян которые хотели землю поделать хотели растить хлеб хотели растить детей и заканчиваю свою такую эмоциональную историю я проехала по этой земле от Тюмени и до самой дальней деревни до Скрипкина я увидела разоренные поля взрастающие бурьяном молодым березинком и кровью политой земля на памяти нет спасибо Елена Леонидовна позвольте дай мне реплику вы говорите о том что вы не знаете что с этим делать но я думаю что мы наверное сейчас уже на этот вопрос ответили в России вот частичная реабилитация прошла вообще нужна реабилитация и адекватная мемориализация вот я думаю это то что мы можем сделать сейчас да я с вашего разрешения подхвачу этот разговор он очень важный фактически как мы видим наша работа она распадается на две такие наверное больше чем на две части с одной стороны это наша работа историков исследователей которые пытаются ответить на вопрос что где когда и мы по мере силы возможности пытаемся это честно делать с другой стороны требуется безусловно осмысление осмысление всего нашего прошлого и здесь очень важна тема о которой говорила Елена Леонидовна это тема памяти это тема восстановления справедливости это тема воздания по заслугам всем кто кто это заслужил это не значит что мы должны брать на себя роль судей но для извлечения вот на мой взгляд для извлечения уроков из прошлого это очень важно и не случайно мы видим прекрасно знаем и на протяжении всей своей жизни последних десятилетий и особенно последних лет что вот вокруг этого как трактовать события исторические особенно по истории 20 века тем медиавистику или древний мир понятно что мы можем только позавидовать хотя и у них бывает иногда проблема им достается но в основном основные проблемы здесь у нас здесь здесь разворачивается настоящая политическая борьба историю превратили в войну не нашей воли не моей воли и не вашей воли для того чтобы использовать ее в очередной раз как служанку политики но вообще строго говоря я бы более крепкий термин слова применил чем служанка она уже изнасилована что уж там скрывать и с этой зрения конечно же мы все что мы можем сделать мы должны сделать чтобы противостоять этому насилию этому мне вот слова после прочувственной речи Елены Леонидовны на меня она тоже поддействовала мне уже не хочется говорить там словами эфологизация кастерологизация потому что тут уже другие слова хочется сказать что реально делают с нашей памятью слова это правильные но еще более резкие слова что делают с нашей памятью и что действительно сто лет спустя мы видим все те же самые куцые лживые слова в наших учебниках у нас был прорыв конечно и мы гордимся им вот с этой точки зрения я хотел этим завершать как бы нашу тему но вынужден говорить об этом сейчас когда надо это сказать нам есть чем гордиться хоть историки изогнаны в такое своего рода культурное гетто сегодня хоть они отрезаны от средств массовой информации мы видим мифологизацию нашей истории мы видим как опять ложь льется и пропаганда но мы много сделали коллеги давайте вот мы все-таки мы все-таки будем гордиться нашими старшими товарищами такими как Данилов такими как Альберт Павлович Ненароков как Виктор Петрович Данилов Альберт Павлович Ненароков Станислав Васильевич Тетюкин как Арсений Борисович Рогинский который много сделал в том числе не как не столько наверное как исследователь историк сколько человек который создал структуру и помог ей пробиться к обществу это тот редкий случай когда народ и интеллигенция все-таки в этом обществе мемориал она встретилась и вот мы много чего сделали за эти годы и это архивная революция это сборники документов многие десятки сборников документов то что мы сейчас оттеснены и то что люди опять обманывают и опять не извлекают уроков из прошлого и опять травили нас во все это во весь этот ужас это наверное какая-то часть нашей вины есть наверное нужно и себе это записать но все-таки я верю что опираясь на все что мы сделали мы пойдем дальше и мы сумеем исследований все эти продолжим и реабилитацию мы проведем и и обществу глаза откроем и будем стараться пытаться и сами осмысливать и людям помогать ведя просто честный разговор Елена Леонидовна вот что со всем этим делать то есть продолжать делать честно от всей души что мы все делали я прошу прощения если это прозвучало слишком пафосно и политизировано но это Елена Леонидовна виновата она меня она меня вот на этот на этот пафос на этот ответ подвигла коллеги давайте продолжим у нас уже пошла дискуссия давайте высказываться пожалуйста если да Владимир Иванович пожалуйста да я буквально несколько слов значит это реакция на выступление сначала Людмилы Александровны я конечно знал о вашем существовании я знаю ваши публикации я их читал я знал что вы были в Новосибирске я во время конференции в сентябре я был в это время в институте но так случилось что я являюсь крупнейшим специалистом по истории гражданской войны на востоке России не был приглашен на эту конференцию персонально поэтому я в ней не участвовал я не участвую в мероприятиях которые меня почему-либо не устраивают я человек достаточно жесткий принципиальный и на компромиссы со своей совестью не иду вот значит я рад что у вас в республике Казахстан идут такие процессы что вы получили доступ к уникальным источникам и появилась возможность теперь восстановить имена людей погибших и восстановить память о них это это замечательно к сожалению у нас идут прямо противоположные процессы у нас абсолютно все закрывается вот доступ к закрытым источникам ну спецслужб по сути дела прекращен ну в общем мы вступили в не самую лучшую полосу как долго она продлится прогнозировать невозможно но будем с оптимизмом смотреть и если не наше поколение вот не мое поколение то может быть будущее поколение историков получит такую возможность работать все же продолжить ту работу которую мы сейчас ведем Елена Леонидовна спасибо огромное за ваше выступление оно созвучно во многом тому настрою который есть у меня я искренне завидую тому что вы проехали по Тюменской земле по северной ее части многое посмотрели я вот тоже дважды мечтал ну несколько раз мечтал приехать на те места о которых я пишу я пишу о людях которые жили я знаю где они родились жили там где они боролись где они погибли и вот всегда не достает чего не достает фотографий и в этом смысле я забыл сказать что антология великолепна еще тем что очень много фотографий это же такая редкость но вместе с тем фотографии вот я всегда стараюсь найти какие-то фотографии потому что образ человека облик его мне говорят об очень многом о многом я не знаю может я заблуждаюсь иногда ошибаюсь переоцениваю информационные возможности фотографии и свои способности я не физиномист но мне кажется что я понимаю иногда с помощью фотографий людей вот и конечно антология в этом смысле великолепна такой иллюстративно фотографический ряд прекрасный просто это здорово и вот побывать там о чем в тех местах о чем ты пишешь это конечно это конечно уникальная возможность как вы смогли это сделать это же время нужно и места насколько я понимаю вот про Скорякова рассказывала когда они путешествовали на эту скалу да где погиб Шевченко вот так это же надо иметь соответствующий транспорт проводников наверное так сказать ну условия нужны какие-то соответствующие непростые вот это это конечно то что вы проделали замечательно но я о другом дело в том что когда вышел сборник за советы без коммунистов реакция была такая довольно любопытная я его делал во многом базируясь на госархиве на партархиве тюменских и у меня была договоренность с заведующим партийным архивом это бывший комсомольский работник был о том что я такой сборник сделаю что называться он будет так за советы без коммунистов и так далее но когда сборник да я денег они никаких не дали на издание не нашли хотя обещали я нашел деньги выигрыв иран соответствующий издал все то есть их участие было номинальное минимальное да архивисты рядовые сотрудники архивов помогали мне там быстро доставали иногда помогали какие-то документы найти вот особенно завчитальном зала моя Андреевна говорю ну просто великолепная была женщина помогала но реакция была такая зав партахив мне сказал что это за советы какие-то без коммунистов это что вообще такое ну стал выражать недовольство деньги которые мне обещал архив заплатить за проделанную работу я работал бесплатно но они говорили что мы вам заплатим да вот и так далее про это пришлось забыть то есть меня кинули просто но это тоже нормально бывший комсомольский работник что от него ожидать но его вскоре уволили и я этому искренне порадовался вот но когда вышла книга тем не менее и начался интернет появился были обращения со стороны людей которых я не знал они нашли каким-то образом меня мне писали по электронной почте спрашивали задавали вопросы было какое-то обсуждение в интернете типа сайта что-то было и так далее но потом к сожалению все это прекратилось я отвечал в силу своих возможностей то-то что-то мне рассказывал там или описывал потом это все прекратилось но вот сейчас возможности ведь в этом смысле улучшились вот вы говорили что глава администрации там местных имеют все теперь имеют компьютеры электронную почту вот можно ведь связаться у вас есть цифровой вариант антологии Геннадий Андреевич простите если я выдала нет ничего страшного если если есть такая возможность надо не пользоваться конечно надо просто предлагать посылать пусть смотрят пусть считают я этим занимаюсь уже полгода вот ну это нормально это здорово что есть такая возможность конечно не каждый начальник может быть сможет прочитать или захочет прочитать но с кем-то может быть поделится может быть это попадет не только в библиотеку но и в школу кто-то из школьников заинтересуется вот это здорово я считаю что появилась такая возможность надо как можно шире распространить надо ее выложить на нескольких сайтах пусть люди знают о том что есть такая работа она проделана в первую очередь конечно на сайте музея потому что это заслуга музея в значительной мере надо это соответствующим образом обставить администрацию похвалить областную там законодательное собрание все кто каким-то образом помогал а может быть создать ну какую-то платформу для обсуждения вот этого события там и так далее подумать на эту тему это конечно большая работа она требует времени усилий может быть каждодневных усилий не знаю получится это не получится но вот подумать на эту тему может быть что-то аналогично подобное может быть все же создать попытаться как-то все это дело раскрутить вот потому что ясно что ушло поколение которое что-то знало но вот старшее поколение которое ну сейчас пенсионеры интеллигенты сельские интеллигенты городские интеллигенты ведь многие ищут свои корни вот и может быть в расчете на это потому что вот в Тюменской области там генеалогическое общество довольно мощно они издают родовед насколько я понимаю я когда-то смотрел его там хороший директор музея областного краеведческого какие были я с ними контактировал взаимодействовал публиковался я был председателем сибирского отделения научного музея научного совета музеев Министерства культуры Российской Федерации 10 лет возглавлял эту службу но самое неудачное время в 90-е годы когда денег никаких не было но я более-менее знаю музейщиков и знаю тюменских музейщиков там хороший был областной кровеческий музей потом почему-то убрали директора что-то изменилось но в общем какие-то игры начались со стороны начальства это прискорбно конечно но вот подумать может быть над созданием какой-то платформы и чего-то такого я в этом плохо честно признаюсь разбираюсь и мой совет он дилетантский скорее всего вот Геннадий Андреевич лучше наверное все это знает спасибо Владимир Иванович могу могу вот реплику Владимир Иванович но поскольку главы администраций районных и даже больше скажу ну вот тот же глава Челноковской деревни это теперь Ощепкинский сельский совет там семь деревень входит в его состав к сожалению деревни умирают и их становится все меньше и меньше он настолько вот буквально за эти два-три дня проявил активности что помчался бросив все свои дела помчался в Челнокова фотографировать мне бывшую усадьбу школы церкви которая стояла прежде фотографировать памятник партизанскому комиссару Щербакову Ивану Платоновичу поехал на кладбище искать эту никогда ему неизвестную предполагаемую братскую могилу как оказалось там две их и прислал мне эти фотографии и сказал пожалуйста приезжайте я говорю надо что-то делать с увековечиванием памяти вы же понимаете что это такое отправила ему книгу электронную обещает доехать до Крамора до музея познакомиться лично а эти люди нас ждут почему мы вполне можем организовать такой маршрут себе дорога очень хорошая прекрасная я из Тюмени до Ишима проехав все эти деревни доехала буквально за 8 часов с остановками и люди ждут этой информации просто не понимают о чем мы с ними говорим потому что никогда об этом не слышали но провести такой рейд я думаю вполне по силам они очень гостеприимные они оставят на ночлег и рассказать пусть в том же уже Ощепково потому что в Челноково даже нет школы уже некогда была громадная двухэтажная школа построенная в стенах бывшей церкви и ее нет уже 11 лет и там несчастных 5 детей за 15 километров возят на автобусе в интернат в школу то есть в селе этой истории уже некому знать учительницы там две двух я разыскала они пришли они там совсем недавно живут тоже ничего не знают но тоже активно подключаются они говорят мы будем все тут расспрашивать узнавать нет старожила та же самая история в Чуртане та же самая история в Каргалах та же самая история Викулова Викулова вообще ну какая-то совершенно с моей точки зрения Геннадий Андреевич подтвердит абсурдная ситуация он занимался несколько лет назад составлением подскажите Геннадий Андреевич сборника нет 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 по памятникам Тюменской области это работа по составлению исторических справок для комитета наследия областного комитета то есть он взял на себя эту миссию и поехал со своим фотоаппаратом на добровольных началах за небольшие деньги насколько я это понимаю и он проехал по всем районам Тюменской области где так или иначе сохранились или уже не сохранились памятники жертв бомбастания 21 года и памятники времен гражданской войны и значит вот мне это все прислал но я же настолько близко к этой земле близка к этой земле что я естественно все очень так методично скрупулезно прочитала пролистала Викуловский район там Аббатский район ну вот все что тут рядом я смотрю что на территории Викуловского района вот в его этом сборнике изданном всего три памятника Викуловского памятника который стоит в районном центре Викулово вообще нет его нет в реестре государственном как памятник который охраняется государством он поскольку стоит и он посвящен жертвам восстания 21 года он не попал в этот справочник попал Каргалинский памятник я смотрю на фотографии это это другой памятник тот который был при моем там у меня все хорошо с созрительной памятью я оставалась этим разбираться я докопалась до каких-то совершенно абсурдных вещей что мало того что это другой памятник он стоит на другом месте там появились какие-то имена жертв не то восстания не то гражданской войны и это очень странная история мы очень плохо знаем свою историю и никто не хочет в этом разбираться я вот уже второй год бьюсь с Каргалинцеви они говорят ну приезжайте вот я в этом году поехала говорю где церковь была не знаю церковь простоявшая 160 лет церковь та же самая жертва 37-38 года четыре священника были в разные годы расстреляны и никто ничего не знает и с этим памятником не то повстанцам не то героям гражданской войны в реестре более того написано что это памятник жертвам гражданской войны 21-го года кто говорит здесь красноармейцы они говорят красноармейцы я читаю имена это все христиане из соседних деревень я их всех знаю я нашла нашла потомков этих людей они говорят да нет там дед неправильно косил траву его значит там колчаковцы схватили постреляли и вот понимаете мы будем разбираться поэтому заканчиваю Геннадий Андреевич может быть когда-нибудь найдете у нас время собрать всех историков вы такую тему подняли сейчас которая требует нас особого обсуждения еще часа на два я очень коротко тоже скажу свои соображения да мне пришлось где-то лет пять поездить каждое лето по нашим районам это конечно было голопом по Европам как всегда очень очень сжатое время и мне немножко стыдно за эту работу что не довелось так глубоко как это вы сделали но вот вы видите вот только по одним каргалам сколько пришлось лица мне пришлось обследовать около ста памятников и эта работа кстати не закончена наш комитет как-то ее вдруг прекратил возможно более какие-то иные актуальные задачи встали вот так мы все эти даже зарегистрированные памятники объекты точнее культурного наследия именно братские могилы даже они все не были описаны хотя совершенно верно заметили что не все они стоят на учете например там Бердюшский район насколько я помню 12 объектов Вишимский район 3 хотя конечно восстание везде полыхало и братских могил хватает и с памятью то же самое та же самая история имен установить уже практически адекватны точно невозможно в Вишимском архиве тоже сохранилось там какие-то где-то где-то есть сведения где-то нет где-то это своего рода кинотапы вообще оказались они братские могилы просто памятник могил под нем нет а тем не менее считают что это братская могила вот там вот Астанина Бердюшского района Огнева Казанского района и так далее в этом ряду был очень интересный момент это когда это был случай народной инициативы в двух словах скажу это невозможно пройти мимо это в деревне Новопокровка Казанского района кладбище возникло вокруг могилы 21-го года братской она оказалась забыта местные жители ее знали только по кусту акации которая росла на этом месте тем не менее нашлась женщина уже пожилая учительница тоже так сказать человек советский человек с комсомольским коммунистическим прошлым но для нее задача восстановить память одна сельчан и родных оказалось важнее и она как-то сумела организовать эти имена восстановили и вот у нас единственный единственный случай когда памятник стоит на учете на государстве но это памятник на могиле по сути дела повстанцев которые оказались жертвами значит битвы Лушникова в селе Клепиково там была просто бойня о которой вспоминают жителей так вот глухо и которые надо исследовать она в документах очень плохо отражена пока оказалась вот там была самая настоящая побоище когда эти крестьяне которых там значит командиры повстанческие мобилизовали согнали они ехали сами не зная зачем ехали с какими-то палками вилами не пойми чем и ковом вообще у них вооружения толком не было и их конечно эта красная конница порубила в капусту правда это цитата из другого документа писчика но суть была примерно подобная вот это колоссальная работа которую еще надо проводить и конечно уже на местах мало что можно узнать но узнается узнается вот статьи Екатерины Тирлеевой в этой антологии это подтверждение она еще как-то сумела поднять эти пласты того что можно на местах узнать конечно надо углубляться еще в документы и в этом отношении вот очень интересно мне бы даже Михаил Игоревич такой вопрос задать хотя я знаю примерно ответ вот эти рефтрибуналы да вот когда книга вышла ко мне стали часто обращаться люди а вот у нас дед там прадед погиб в 21 году мы это знаем где бы найти документы я говорю знаете документы найти вот наши казахстанские коллеги в этом отношении оказались гораздо продвинутые у нас есть статья священника Михаила Березина где он тоже поднял эти документы рассекреченные рефтрибуналов 21-22 годов поднял судьбы священников которые были расстреляны а мы вот этого ничего не знаем у нас эти дела рефтрибуналов закрыты закрыты я говорю ну пробуйте обращаться в оригинальное управление ФСБ может хотя бы справку какую-то дадут о вашем родственнике вы предъявите приложите документы подтверждающие родство и может вы что-то от них добьетесь а вот так уже для исследователей это пока и не знаю на какое время да Владимир Иванович верно отметил тема закрыта между тем это колоссальный источник мог бы быть причем свидетельство вот прямо непосредственно животрепещущих из тех лет несмотря на то что там конечно понятно предвзятость была и так далее но это это очень много бы нам дало но увы эти у нас пока источники закрыты вот Михаил Игоревич верно я мыслю как вы подскажете Геннадий Андреевич спасибо за вопрос но вот выскажу себя следующим образом к сожалению конечно жертв восстания было очень много и наверное все имена мы никогда установить не сможем до последнего человека здесь ведь стоит какая проблема да сейчас исследователи сталкиваются с тем что у нас к сожалению ну не все документы там советских органов госбезопасности либо советских таких там трибуналов судов они не всегда доступны но это только часть научной проблемы другая часть заключается в том что огромное количество жертв они стали жертвами не институционализированного государственного насилия а жертвами вне судебных расправ вот был такой термин красный бандитизм вот у Владимира Ивановича есть замечательные статьи на этот счет там другие исследователи тоже вот уже в современной России на этот счет публиковались к сожалению очень много людей было казнено просто без всяких там следственных процедур без формальных судебных заседаний соответственно восстановить их имена это очень такая нитриальная научная проблема если говорить вот о революционном военном трибунале приурво вот я в антологии опубликовал письмо заместителя начальника заместителя председателя этого рефа трибунала Жирякова он руководил одной из выездных сессий которая вот приехала судить пленных постанцев в Шадринский уезд он оттуда написал такое неформальное письмо председателю трибунала Питкову как бы и в этом письме описал как бы картину с чем столкнулся на местах вот он написывает что мы приехали сперва в Шадринск потом в село Мехонское там ну вот больше тысячи арестованных никакого следственного материала на них не собрано стали выяснять оказалось примерно половина это вообще даже не участники восстания не там пленные постанцы а просто заложники которых там вот нахватали значит местные коммунисты стали дальше разбираться оказалось что всех активных участников восстания попавших в плен их уже расстреляли сразу же вот либо воинские части Красной Армии либо партийные отряды местных коммунистов вот то есть вот такая вот ситуация тем не менее там выездная сессия военного трибунала там организовала работу то есть все равно вот из числа вот этих вот уже второстепенных участников восстания там тоже расстреляло порядка ста человек там определенное количество тоже осудило к различным мерам наказания но тем не менее вот те кто были расстреляны до приезда вот официальных советских судебных органов вот они получается их имена ну пропали там можно конечно пытаться их искать по записям там в метрических книгах но тут другая проблема очень многие захоронены в каких-то массовых братских могилах то есть тоже вот конечно вопрос такой не самый простой для того чтобы хотя бы посчитать их уж не говоря о том чтобы установить имена биографии поэтому конечно здесь нужен труд многих исследователей нужно координироваться вот я поддержу конечно начинание Владимира Ивановича Шишкина о том что если вот у нас ликвидируются государственные научные фонды вот помимо РФФИ РГНФ тоже приказал долго жить несколько лет назад ну можем действительно обращаться за поддержкой к меценатам к представителям российского бизнеса которые готовы поддержать тоже вот исторические исследования там вложиться в издание книг и соответственно появится какая-то тоже точка так сказать перетяжение сил различных исследователей которые занимаются проблемой вот крестьянского повстанчества вообще западно-сибирского восстания в частности может быть вслед за этой антологией появятся еще какие-то содержательные тоже книги которые будут востребованы как профессиональным историческим сообществом так и просто вот гражданами неравнодушными к отечественной истории да спасибо я в свою очередь хотел бы продолжить поднятую тему что мы можем сделать что в наших силах и что мы можем сделать я очень рад что у нас получился неформальный разговор и разговор только о том огромном труде который сделан усилиями коллектива и редактора составителя Геннадия Андреевича Крамова я очень доволен что мы заговорили о том что нас всех беспокоит о том что является действительно болевыми точками потому что разговор о том как нам как нам все-таки сохранять память память общества как нам пытаться издавать книжки в ситуации когда сначала РГНФ накрылся извините за это грубое выражение теперь РФФИ в РНФ насколько я понимаю при тех условиях как это заявлено возможностей для малых исследовательских групп практически практически нет и с этой точки зрения вот если подводить итог тому о чем мы говорили я очень рад что я здесь увидел своих единомышленников со многими познакомился впервые и я вижу как минимум несколько возможных про каких-то проектов ну в частности в рамках вот новой нового создаваемого цикла и только что перезапущенного да вместо историки заверстаком мне я перезапустил и сделал фактически новый цикл хранителя исторической памяти и вот я увидел кандидатов как минимум двух а то и трех кандидатов на участие среди вас на будущих участников именно хранителей исторической памяти и конечно же Геннадия Андреевича Крамера и конечно же и конечно же прекрасно выступавшую здесь и тронувшую нас Елену Леонидовну Новикову и кроме этого кроме этого мне кажется что совершенно точно нужно делать еще один разговор вот в рамках вот этого семинара посвященный крестьянскому вот вот этой программы этому семинару посвященный борьбе за свободу в России и в зарубеже посвященный крестьянским движением крестьянским движением в целом может быть отдельно делать и разговоры о реабилитации отдельно потому что есть замечательные исследователи энтузиасты в Тамбове занимающиеся тамбовским тамбовским движением я вообще должен сказать что огонек тлеет или горит наверное тлеет нехорошее слово огонек вот этой памяти интереса очень незадуваем я видел это в Тамбове я видел это в Ярославле где до сих пор не убита память о ярославском восстании 18-го года да оно не крестьянское но боль от этого желания сохранить память не меньше и вот у вас боль и в Самаре я это видел где есть память о восстании и о Самарском комитете членов учрительного собрания 18-го года я думаю что мы можем здесь думать и о проведении организации вот таких разговоров во-первых отдельно по вашему западно-сибирскому восстанию я вижу что абсолютно вы готовы к такому серьезному разговору а с другой стороны может быть вычленение отдельных сюжетов потому что совершенно точно отдельный разговор про памятники и братские могилы это не только Тамбов и не только Тюменская земля это совершенно касается многих районов гражданской гражданской войны отдельный разговор про реабилитацию про массу соответственно тем ну и конечно же наш профессиональный разговор о архивах о закрытии архивов о том как они все более и более становятся недоступны и отдельный разговор кстати говоря про рефтрибуналы и про то как эту проблему решать потому что отказываются же реабилитировать на основании того что человека не судили а раз его не судили понимаете такое ощущение что юристы над нами просто издеваются извините когда вам говорят в лицо что мы не можем реабилитировать человека за то что его просто расстреляли без суда это все очень напоминает логику логику Крыленко который сказал в восемнадцатом году когда адмирала Счастного судили он сказал что да смертная казнь запрещена но мы не будем подвергать его смертной казни мы его просто расстреляем вот понимаете то что сто лет такая парадигма сохраняется это конечно то что нужно преодолевать я очень рад нашему разговору и если к сожалению у нас так получилось что нам не удалось организовать вопросы и соответственно чтобы с нами в ютубе присутствовали коллеги которые бы задавали вопросы я думаю я извиняюсь за эту накладку но надеюсь что в будущем мы это все сделаем как следует если нет желающих больше высказаться да я вижу что выключили микрофон да пожалуйста спасибо действительно вот то о чем говорили коллеги я со всем этим согласна и хотела тоже чуть-чуть погромче я прошу прощения что-то хотела действительно сказать да что и с памятниками проблема и с памятью и с реабилитацией вот просто один пример хотела привести у нас был главан города Петропавловска Черемисинов Владимир Иванович тоже и он погиб во время восстания 21 года его получается расстреляли обвинили в том что он заодно с повстанцами затем получается он был достаточно богат у него как исковали его дома вот сейчас у нас они такие скажем на улице проспекте Конституции находятся это памятники истории вот и получается что он был расстрелян я нашла в записи акта в гражданском состоянии вот запись о том что он погиб от пулевого ранения и где он захоронен и затем вот его сын Феодосий который после того как Колчак зашел в Петропавловск они значит вот были супругой в Иркутск когда в 37-й год грянул да вот его сын Феодосий был расстрелян как враг народа именно потому что был отец когда-то ну в общем-то обвинен за участие в восстании 21-го года и вот у нас русская православная церковь когда увековечивала имя этого человека вот табличкой на одном издании его они вышли на правнука тоже который вот сейчас живет в Иркутске так знаете самое было интересное что этот правник благодаря только вот исследователям краеведам и русской православной церкви почему она еще вот увековечивала его имя потому что сам Владимир Черемисинов он содействовал тогда православной гимназии оказывал меценатскую помощь то есть получается потомки даже больше могут узнать от историков исследователей чем мы от них то есть вот сейчас уже наступил обратный процесс и потом многие же об этом не рассказывали и из поколения в поколение наверное это не передавалось информации потому что и тогда и до сих пор еще однозначно нет оценки кто они бандиты или жертвы это вот как бы первая реплика и еще тоже хотела сказать чтобы вы знали у нас в Казахстане я тоже изучаю памятники также проезжаю по нашим селам именно вот на территории Казахстана фотографирую и вот только лишь вот в Лобаново это вот сейчас Айртаусский район нашей североказахстанской области раньше он входил в Кокчетавскую область в 2011 году один из потомков участников восстания 21 года Щербинина Федора Александра Щербаков который живет в Москве вот при его содействии был установлен крест на братской могиле могиле погибших станичников как здесь было написано в количестве 300 человек от рук красноармейского террора при защите своей независимости чести и достоинства то есть в другой интерпретации остальные памятники они также вот жертвам значит борьбы от рук бандитов и так далее то есть все-таки еще вот эти памятники они даже ремонтируются там красятся но вот эти таблички и формулировки сохраняются старые я думаю что это тоже нужно будет как-то проводить работу знаете вот в регионах с тем чтобы наверное эти менять надписи и сами наверное какие-то таблички должны иначе выглядеть ну и в завершении хотелось поблагодарить Геннадия Андреевича Крамара который не просто собрал труды разноплановые как он сам выразился панорамные но и нас исследователи людей неравнодушных вот к этой теме через эту книгу и я думаю что она имеет продолжение в том что мы можем общаться продолжать эту совместную работу и наверное еще больше нового узнать и возможно как-то потом нам ее оформить опубликовать и чтобы это была совместная работа в Казахстан и России раньше здесь вот границ не было и поэтому мы наверное как ученые должны исследователи эти границы стирать спасибо спасибо ну что коллеги будем завершать у меня есть буквально короткая реплика позвонил сейчас Рафаэль Соломович Гольверк из Тюмени с которым мы тоже очень много лет дружим днем ранее днем сегодня я разговаривала с Петрушиным Александром Антоновичем который сказал что нет технической возможности у него дома нет компьютера вот так сказал человек старой формации все на работе поэтому и Гольверк и Петрушин выражают в общем-то искреннюю признательность всем сегодняшним участникам в этом разговоре и с удовольствием присоединяться к нам в следующий раз спасибо и в следующий раз я постараюсь обеспечить я я очень рад коллеге что наш разговор состоялся я очень рад что он получился такой он получился значительно более я бы сказал неформальный чем ожидается как правило от презентации книг он состоялся он состоялся посвященный точнее говоря он этот разговор идет от души от души тех людей которые горят этой темой которые хотят сохранить память о тех людях кто боролся за свободу за себя за свое достоинство в том же 1921 году память о которых просто уничтожена и фотография которых уничтожена я уже сейчас не буду уходить в сторону и развивать тему которую хотел конечно развить тему которую поднимал Владимир Иванович по поводу фотографий я занимался исследованием и написал статью посвященную так называемым тюремным фотографиям политзаключенных социалистов по альбому опять же 1921 года членов ЦК и это была безумно интересная работа и я уверяю Владимир Иванович вы не ошибаетесь когда говорите что возможно вы преувеличиваете значение фотографии не преувеличиваете не случайно поэтому чекисты и КГБшники их всегда скрывали совершенно не случайно потому что это уникальный источник который позволяет человеку напрямую основываясь на своем жизненном опыте и на вере себя перешагивает через те схемы и мифы которые подсовывают ему власть пропаганда историки и прочее и с этой точки зрения я очень надеюсь что нас когда-нибудь ждут находки в архивах ФСБ которые рано или поздно станут для нас доступны очень хочется надеяться на это и не только фотографии но и многое 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 другое я не буду сейчас говорить о соответственно о оценке эсеров к восстаниям крестьянским в 20-21 году мы поговорим наверное об этом отдельно хотя вот по документу который удалось найти в Гарфе этот доклад полковника Моторыгина который приехал специально в ноябре 21-го года он долго добирался был послан Антоновым к Савенкову вот тот документ который он привез это четко свидетельство того что Антонов и его соответственно армия они поддерживали политически поддерживали Бориса Савенкова вот вам и ответ почему эсеровская ЦК в общем очень осторожно относилась к крестьянским восстаниям 20-21 года потому что они крестьяне ушли в сторону от той политической линии которую хотели эсеры и я хочу завершая нашу нашу презентацию еще раз поблагодарить Геннадия Андреевича Крамера за эту замечательную книжку значение которой трудно недооценить или трудно переоценить я не знаю что в данном случае сказать наверное трудно переоценить она безумно важна по большому счету понимаете мы отдаем долг памяти потому что такие книжки должны были быть написаны давным-давно десятилетия тому назад но тогда за подобную работу преследовали и то что мы можем сделать столетия спустя это мы фактически пытаемся вернуть долг памяти нашим героям и у нас у всех в принципе такая мотивация есть просто герои у нас немного разные но вернуть и провести своего рода историческую реабилитацию переосмыслить много из того что нам соответственно выдавалось за правду предыдущие десятилетия да и современные мы просто обязаны и конечно же я хочу поблагодарить всех участников этой презентации и авторов одновременно и авторов этого сборника я уверен что мы с вами еще многократно встретимся и в рамках этого цикла посвященного сопротивлению большевистскому режиму различных сил и разговору соответственно в рамках хранителя исторической памяти огромное спасибо фонду противостояние мифам и коспирология спасибо вам огромное всего доброго коллеги спасибо спасибо до свидания спасибо до свидания спасибо 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 Продолжение следует...